Камера наша пока не налажена, пытаемся через это, поэтому из-за качества мы ее приблизили сюда. Так как нас поджигают наши преподаватели из Москвы, поэтому начнем с абитуриентов. Психологи и педагогические аспекты мы неоднократно убеждались в том, что основную работу надо начинать с абитуриентов. Их готовят к поступлению в ВУЗ. Чем меньше мы занимаемся абитуриентов, тем больше у нас проблем будет походить. Вначале мы этим не занимались, и из 20 абитуриентов, которые к нам поступали, 5 абитуриентов после первой сессии отходили. Потом еще 5 студентов в течение года, и так осталось до 10 студентов. Жалко, обидно было мест. И мы поняли, что очень важна предварительная психо-педагогическая подготовка будущих своих студентов. Сильный факультет – это сильные студенты. Не уделять подбору будущих своих студентов, то многие из них, в принципе, приходят поэкспериментировать, попробовать. Ну что, платить не надо, ну не понравится, завтра уйду, и так далее. Дальше, по ходу обучения начинается, то техника не работает, то мотивации к профессиональной деятельности нет, и тому подобное. И мы поняли, что очень важно заниматься предварительной их подготовкой к обучению с эспиранских времен. Мы сделали программу «Абитуриен». Она включает два больших блока. Первый – это подготовительные занятия по вступительным испытаниям биолога, в нашем случае биолога, математика, русский. Занятия проводятся на бесплатной основе для них, в интернет-конференц-формате, в неделю по полтора часа математика, полтора русский, полтора биология. Вот. Дальше, следующий блок – это все пропедевтические занятия, доступ к нашим ресурсам. «Абитуриенты» имеют возможность наблюдать за занятиями наших преподавателей, приходить на занятия студентов, участвовать в чате, задавать вопросы студентам, нашим преподавателям и так далее. Мы идем в Третьяковку, мы говорим, пойдем вместе. Мы едем на экскурсию, говорим, поехали вместе и так далее. Чтобы они заранее видели, как строится обучение на факультете, как учатся студенты, какие требования к студентам, непосредственный контакт со студентами, наблюдение за жизнью факультета в реальном времени. Не то, что я рассказываю как декан, вот строится, так говорим, подключайте, смотрите. Вот расписание, вот реальные занятия. Меняется ли занятие как отношение преподавателей к студентам? То есть наблюдать за жизнью факультета в реальном времени. Вот. Сразу хочу сказать, что в данном случае абитуриенты очень часто огорчают. То есть с их стороны крайне низкая активность. Это надо еще понять. По нашему представлению это того, что они после школы принуждения в педагогике, в средней школе, у них низкий уровень самостоятельности, инициативности и так далее. Они привыкли, скорее всего, это моя гипотеза, учиться под пинок, если кто-то пинает, кто-то требует. Левченко, когда я спросил, как понять поведение абитуриентов, когда мы обращаемся с такими формулами, уважаемые абитуриенты, мы вас искренне приглашаем туда. Не хотели ли принять участие? Мы будем благодарны, если вы будете принимать участие. Левченко говорит, она этого языка не понимает. Но это не иностранный язык. Они говорят, они понимают, если скажете жестко, вы завтра должны прийти. Не то, если у вас будет возможность прийти, принять участие и так далее, такого языка не будет. Мы видим по нашим мероприятиям. На подготовительные курсы по вступительным испытаниям записалось 15. То есть вообще на подготовительную программу записалось 50 больше, как 50 человек. На подготовительные курсы бесплатно записалось 15, а из них ходило 4-5. Вот и все. Несмотря что постоянно было информационное сопровождение, мы посылаем сообщения, приглашаем, напоминаем и так далее, реакция вот такая. 4-5. Даже один раз я сказал, мы прекращаем проводить занятия, потому что преподаватели мы должны платить, вам это бесплатно платить, а вы не используете такой шанс. На мероприятия, которые организуют факультет, Летиковская галерея и многие другие, реагирование очень низко. Хотя, казалось, пользоваться можно было бы такими ресурсами совместно. И, честно говоря, мы в такой большой растерянности. Вот, а что с ними делать? Они не понимают нормального языка. Они понимают, если ты их жестко ставишь. Вы должны прийти. Но нам в дистанционном формате нужны сознательные граждане. Люди, которые хотят учиться. Вот. А ведь они на подготовительную программу записывались самостоятельно, делали заявку, я хочу принять участие. Мы давали логины и пароли. Никто их не заставлял. Но когда пишешь приглашение на участие в мероприятии, их реакция очень пассивная. Вот. И в этом году мы, даже я в растерянности не понимаю, вот что с ними делать. Их заставлять бессмысленно. Опять предлагать что-то еще дальше развивать. Но это деньги нужны. Нужно, если нам не платить, надо, мне надо было платить за занятие, это одна ситуация. Но нам за занятие надо платить преподавать. Вот. Мы вели курс личностно-профессиональное определение. У нас есть профессор Пряшникова Елена Юрьевна, которая ведет курс личностно-профессионально-самоопределение. Мы исходим из того, что процесс самоопределения человека, несмотря на то, что он поступил в психологический университет, это и после университета, с абитуриенских дней и дальше до бесконца. И эту линию надо проводить нашим образованием. Вот Елена Юрьевна в этом году провела пять лебинаров по понедельникам. Мы вам бросали информацию именно по этому курсу. Вот я хотел сегодня попросить Елену Юрьевну. Ее реакция не первый год Елена Юрьевна проводит, работает с нашими студентами. И Елена Юрьевна ведет курс ведения в профессию. Видите, от потомок и студентов. Вот какие ощущения от абитуриента, ну и потом уже поступивших студентов. Елена Юрьевна, вы слышите? Да, у нас есть такой комбинирный вариант трансляции, поэтому приносим извинения, если наши коллеги, которые смотрят трансляцию, не очень хорошо видят, потому что у нас пока другого варианта нет. Да, если можно там увеличить, может быть, на ветра. Елена Юрьевна, что вы думаете про абитуриентов после работы с ними, да? Вот, ну и потом, когда они поставят наш университет. Двадцать шестого Елена Юрьевна будет, нет, девятнадцатого в автоник будет рассказывать о личностно-профессиональных качествах педагогов, работающих со студентами с инвалидностью. Будет с двух часов до четырех вебинар для наших слушателей повышения квалификации. Я сказал свою боль про психо-капитагогическую подготовку абитуриентов и готовность. Какие ваши ощущения после работы с ними? Хорошо. Добрый день, уважаемые коллеги. Еще раз представлюсь доктор психологических наук Прябникова Елена Юрьевна. Я думаю, что вы можете знакомы с моими работами, которые посвящены теме психологии труда, теме активизации личностного и профессионального самоопределения. И действительно, вот уже три года на факультете дистанционного обучения МГППУ мне посчастливилось провести такую необычную, достаточно реализовывать необычную программу работы с абитуриентами, в том числе в дистанционном режиме. И я могу сказать, что уже на сегодняшний день у меня не одна, а три программы, потому что мы действительно в поиске, мы действительно пробуем и ищем выстраивать новые какие-то психологические программы сопровождения, работы. Я слышала, что сейчас говорил Городин Гройевич, мы действительно идем абсолютно по непроторенной еще дороге, и таких вот аналогов, наверное, в нашей стране еще недостаточно. Прежде чем приступить к формированию программы для абитуриентов, я вообще задала с вопросом. Профессиональное самоопределение для студентов СУМЗ, оно чем-то принципиально отличается от ребят, которые являются условно-здоровыми или просто-здоровыми? Действительно, для них, прежде всего, это длительный процесс развития вообще своего отношения к будущей профессии, и в том числе к самому себе как субъекту профессиональной деятельности. И для меня данный курс, он не просто в определенном мере агитация, информирование, рекламирование вузов своей будущей профессии. Это определенный уже шаг и начало освоения профессии психолога. Так, я поступала два года, когда действительно рассказывала ребятам о тонкостях, о нюансах, об особенностях, сложностях, прерогативах, которые ждут их в процессе обучения, в процессе освоения данной профессии и уже на этапе вхождения в нее. И вы знаете, для меня достаточно положительным таким самым результатом, когда в ходе наукно-филактической конференции в Санкт-Петербурге в прошлом году, в апреле, ребята наши участвовали вот так же дистанционно в работе данной конференции, и перед достаточно большой аудиторией они сказали главные слова, что работа с аудиториентами, вот это участие их в программе введения в профессию, сняло для них много напряженных моментов, много сложных моментов и вопросов, которые они перед собой ставили на этапе, куда подать свои документы, где же все-таки себя в будущем видеть. Более того, они говорили, что перед нами выступал преподаватель данного вуза, преподаватель, который имеет уже достаточно большой опыт работы со студентами, и вот эта определенная уверенность была действительно таким, знаете, для меня хорошим результатом и итогом работы и работы. В этом году с открытием консорциума мы немножечко иначе стали выстраивать нашу работу и делать акцент не только на информирование молодых людей, вот с особыми возможностями здоровья и рассказывать им о профессии психолога. Мы поменяли кардинально нашу программу и назвали ее введение в профессию, где я уже больше делала акцент на тот материал, который в дальнейшем раскрывает им основные требования, знания и информацию вообще о мире профессий, о профессиональной деятельности в частности, об особенности современного рынка, об особенности взаимодействия с работодателями. Я сразу почувствовала определенное, вы знаете, вот напряжение с этой стороны, потому что если раньше были вопросы, обратная связь, какие-то обсуждения, здесь может быть сложный материал для них. Действительно, в какой-то степени я это делала умышленно, поскольку передо мной сидели ребята, выбирающие не только профессию психолога, педагогического блока, но и выбирающие в будущем профессию экономиста, юриста и других специальностей. И моя задача была бы проложить этот мостик, как я делала это раньше, в дисциплину психологии труда, профессиональная этика, профессиональные отношения, деловое отношение и так далее. И я никогда для себя не выделяю, что это только абитуриенты, и завтра мы их потеряем и забудем. Я, безусловно, надеюсь, что материал, который в ходе наших занятий, у меня в этом году было шесть занятий, они сохранят эти знания и еще будут ими пользоваться и в дальнейшем обучаясь и в других вузах. Я хотела бы, уважаемые коллеги, еще с вами поделиться такой информацией, которую собирала в ходе научного исследования со своими магистрантами нашего университета. Наша задача была все-таки определить и выявить особенности профессионального самоопределения абитуриентов в СОВЗ. Дорога констатировали то, что профессиональное самоопределение этих ребят является фрагментарным, оно является неполным. И очень печальная такая для меня была информация, что профессиональное самоопределение для них характеризуется отсутствием учебной и профессиональной мотивации. Более того, мы обратили внимание на то, что профессиональное самоопределение ребят с СОВЗ характеризуется в отсутствии осознанного выбора, очень большой скудности представлений о мире профессий, в том числе отсутствие возможности сделать выбор. Более того, практически не вкладывается по росту современного индикатора, даже региона. И еще я обратила внимание на неадекватные отношения вот с жизненным реалием и ценностями и не умение планировать свои профессиональные и жизненные перспективы. Здесь, безусловно, мы понимаем, что ряд факторов, конечно же, сказываются на той ситуации, в которой ребята находятся. И мы понимаем, что создание эпидемиологической программы сопровождения профессионального самоопределения, а в дальнейшем может быть трудоустройство этих ребят, должно учитывать прежде всего и позицию родителей, и влияние референтных групп, с которыми они не общаются. Безусловно, программы должны учитывать их состояние для здоровья и, безусловно, соотносить потребования профессий, которые сегодняшний современный рынок предполагает. Безусловно, программы, проводящие с абидемиологическими нужно уделять внимание их и расширять их границу по знанию своих личных особенностей, своих личных возможностей. И, конечно же, эта программа, мне кажется, недостаточно только шести занятий в течение полутора месяцев, как у меня это бывает в апреле-май месяце. Это, наверное, цифра должна быть годичная правская программа, которая позволит тем самым к поступлению, к подаче документов в приемную комиссию, уже сформировать такое профессиональное портфорио. Тем более, что, я наоборот, внимание, ребята очень долго раскачиваются, очень долго настраиваются и очень медленно раскрываются, хотя интерес есть, есть обратная связь и необходимость проведения такой работы с индустриентами, я считаю, важной, очень необходимой. И если, надеюсь, в ваших регионах есть интересный опыт, практика и было бы великолепно обменяться этими материалами, чтобы действительно создать какую-то уникальную для этого программу, введение в профессию. Можно ориентироваться на этот материал, который представлен во мною, я готова его корректировать и всегда с удовольствием отвлекаюсь на конструктивную грязь, в том числе. Вот такое у меня впечатление, вот такие у меня перспективы. Грой Звонич, какие могут быть еще вопросы, мы хотим обратить внимание на то, что, как мне представляется, сегодня очень мало уделяется предварительной подготовке будущих своих студентов. Когда поступают на бюджетные коммерческие программы и так далее, это одна ситуация. Люди с инвалидностью, мы часто видим при поступлении, много раз говорят, а я не уверена, что могу поступать, а я не уверена, что смогу учиться. Ну, у меня, например, Ожиганова Татьяна, студентка у нас первого курса, она из Кирова. Она приезжала к нам заводить экзамены, мы встречались, сопровождали, и она много раз говорит, может быть, я не буду поступать. Не, я не уверена, смогу ли я учиться. У меня проблема зрения. Я уже где-то давно училась, познавательные навыки у меня уже размыты, да. Смогу ли я писать эти эссе, выполнять контрольные работы. Кроме того, образование-то достаточно, ну, должна быть систематическая работа. Люди, которые давно не учились, они уже отвыкли от напряженной интеллектуальной работы. Здесь несколько категорий битурентов, которые поступают. Это 18+, которые вчера закончили, не работали в интеллектуальном плане, им легче дальше развиваться. И те, которым там 20 или 30+. У них сейчас есть возможность учиться, но они давно не учили, и они давно уже не писали рефератов, не анализировали статьи. И они боятся, а смогу ли я это делать. И у них познавательные навыки уже не те, которые требуются для их образования. И мы должны им помогать готовиться к высшей школе, к поступлению высшей школы. Неоднократно мы отмечали еще следующее, что когда ребенок с инвалидностью учится в школе, у него нет жесткой привязанности, что он пойдет учиться в вуз. Я вспоминаю по себе, когда я учился в школе, у меня жесткая была установка, что я поступлю в университет, буду закончить университет, пойду работать, я не буду жить у родителей, буду жить самостоятельно, зарабатывать себе на жизнь и так далее. У людей с инвалидностью такой жесткой установки нет, с ее ограниченностью, возможностями передвижения и других ограничений. И поэтому, когда они учатся в школе, у них нет такой установки, что у большинства, как мне представляется, что они пойдут в вуз учиться, что они будут зарабатывать себе на жизнь. У них другая жизнь, мне кажется. Могу я ошибаться. Из-за этого возникают проблемы, когда они приходят в вуз. Иногда они приходят в вуз с ежедневной установкой, в надомном варианте обучения, все понимали, что кто-то нарисует аттестаты, и кто-то сдаст за них все экзамены. Школа должна выпустить. Они с этой установкой, что и в вузе должны кто-то за них там сдать чуть ли не экзамены, и у них будут льготные условия, как поблажки были в школе, так поблажки пообойдут и в вузе. А мы в вузе говорим, не всех мы должны учить. Мы не обязаны всех учить. Если в школе у них, все равно школа была заинтересована, чтобы их выпустить и выдать аттестат, и поэтому такая игра была, как бы учеба в надомном варианте обучения, то когда они приходят в вуз, они с этой, иногда я скажу, группой, девенческой позицией ряд студентов, уже поступив, приходят, и они так учатся, ну и все равно за меня там или требования мне снижат, там реферат мне не поменять, ну и так далее. Вот мне кажется, что мы не уделяем должного внимания вот этим аспектам поступления. Министерство образования сейчас очень сильно озадачено комиссией по делам инвалидов при президенте России. Комиссия по делам инвалидов при президенте России в лице руководителя Левицкой говорит министерству, вы просили 10% бюджетных мест. Закон о образовании мы вам закрепили. И где 10 ваших процентов? Почему они не идут в вузы учиться? 0,1% если в МГУ, где есть такое количество студентов, Садовничий, недавно выступая перед ректорами вуза, озвучил, около 170 студентов с инвалидностью учатся в МГУ. Так где эти абитуренты говорят, ну мы создаем условия, вот боремся за создание условий, но они не идут в вузы? Вот. Нам в университете посложнее, потому что у нас целевой набор, было раньше 25 мест. И мы должны были заполнить эти места. У вуза, у которых нет никаких обязательств, нет целевых мест, нет и такого рода цифр. Ну придет, придет, ну не придет, не придет, ну придет, будем смотреть, что с этим делать. Поэтому вузы и не работают над подготовительной программой для лиц УВЗ. Для того, чтобы набрать на 20 мест осознанно, мотивированных абитуриентов. А мы что делаем? У нас, главное, мы готовим среди людей с инвалидностью психологов, консультантов для других людей с инвалидностью. Равный помогает равному. Психолог, консультант, он должен быть сильным, он должен быть интересным. И на эти 20 мест, если мы наберем не сильных, не мотивированных, которые, понимаете, если психолог, это психолог, это специалист по успеху, он должен других учить успех, он должен метанализировать их проблемы и помогать достигать успеха. А если он приходит с мотивацией избегания неудачи, это показано психологу. Мы должны менять модель его поведения. Вот, а когда 18 плюс еще родители, менять модель поведения в этом возрасте очень тяжело. Если он в компьютерщик сидит за компьютером и что-то делает, его успех зависит от его целеустремленности, это одна ситуация. Если он работает с людьми, то, а здесь мотивация достижения успеха должна быть. И нам стоит острая проблема. Кого мы наберем на эти 20 мест? Нам не безразлично, кого набрать. Вот, и когда мы видим такую их пассивность, когда они записались, мы приглашаем на разные мероприятия, посещайте интернет-занятия, приходите, идите вместе с нами там, это на карат, вместе плывем, знакомьтесь с нашими студентами, идите в Третьяковку, делайте то-то, и никто не регистрируется, никто не записывается, и никому из них ничего не интересно. Два-три есть, кому интересно. Один из Крым, который везде участвует, везде интернет-занятиях и так далее. Я захожу посмотреть по биологии на занятия, по математике на занятия, интернет-занятия, у три-четыре у меня студента с инвалидностью, которые участвуют. Я себе спрашиваю, а что мне делать, а как они будут поступать? Правильно? Вот так. Поэтому, Елена Юрьевна, вот одна из программ, которую раньше мы вели, ведение в профессию психолога, как можно раньше знакомит будущего своего студента со специальностью психолога. И мы говорим, что психологическое образование начинается не с первого сентября. Если вы хотите работать психологом, вы должны как можно раньше начинать собственным опытом, вы должны научиться работать с собой, вы должны учиться работать с другими. Когда вы будете учиться, вы должны постоянно практикой заниматься. Психологическое образование это образование не по книжкам, это развитие собственного опыта. Вы должны научиться работать с собой. Самая главная проблема это найти себя в этой жизни. Как любому, так и человеку с инвалидностью. Найти себя в этой жизни. Если ты хочешь найти себя в этой жизни, ты должен очень много работать. Должен работать с собственным опытом. И мы, когда ведение в профессию психолога, вели стес, а в этом году личностно-профессиональное определение, Елена Юрьевна предложила, и мы это начали, это то, чтобы их как можно раньше ориентировать к высшему образованию, к психологическому образованию, чтобы они понимали, чем занимается психолог, какие требования к психологу, а как можно стать психологом, а можно ли стать психологом с 1 сентября или только на основе книжечек, то, что категорически нельзя. Этого стать нужно, прежде всего, научиться работать с собой. Вот. Анализировать собственный опыт. Вот такая. У нас эта проблема есть. Мы предложили вузам-партнерам объединяться. Говорим, давайте мы будем разрабатывать программу абитуриен и будем вместе понять, как работать с этими абитуриентами. Не исключено, что ряд из них потребует 3-4 года психологической подготовки к высшему образованию. Мы также в эту программу берем 9 класс, 10 класс, говорим, следите, смотрите, наблюдайте, участвуйте. Вот. Ну и что, что вы 9 класс, от вас ничего не требуется, никаких денег не надо. Вы только принимайте участие в наших мероприятиях. Кстати, вот когда мы начали работать с партнерами вуза, картина еще хуже. Ряд студентов, которые пришли, 55 плюс студентов из других вузов. Я грубо скажу, иногда создается ощущение, как битие. Ничего не хотят, нигде не участвуют, приглашаешь, игнорируют, звонишь, трубку не поднимают, идите дальше. Вот, казалось, дистанционный вариант, который мы предлагаем, говорит, от вас много лет, приходите на занятия, смотрите видеозаписи, участвуйте в разных интернет-конференциях, клуб общения, английский язык для студентов, да, там, давайте английский язык развивать и так далее. И вот ряд студентов очень пассивно в общении участвуют. Одна треть это те, которые игнорируют и сопротивляются, от чего к нам пристали и от чего от нас хотите. Хотя казалось, что есть возможность еще развить, получить дополнительную информацию, принимать участие в разных студентах. Но здесь есть даже проблема и в вузах. Главные координаторы, не координаторы, ну, допустим, представители некоторых вузов, которые отказались участвовать, увидев, что в принципе в сетевом взаимодействии вуз может очень много выиграть. Они это проигнорировали, и мы это видим, как игнорируют студенты. То есть предварительная подготовка будущих студентов это принципиально важная проблема. Нельзя ставить на самотек. Есть разные подготовительные курсы для коммерчес, на коммерческой основе и так далее, где могут там мотивированные студенты поступать. Для студентов с УВЗ мне представляется, здесь может Синтыба меня поправит, я может быть слишком категоричен, что здесь требуется очень сильная работа, психологическая работа, надо понять, как работать с абитуриентами, кто-то из них требует 2-3 года такого сопровождения и такой помощи, ну и так далее. Ну вот это крик души, чем вот мы сталкиваемся по абитуриентской программе. В течение года мы выискиваем себе абитуриента, в течение года мы пытаемся с ними работать, вот, и с трудом мы 20 мотивированных набираем, с трудом, хотя в течение года мы активно объявления пишем, ходим на мероприятия, буклетики раздаем, на конференциях выступаем, партнерам информации росла, мы делаем немалую по большому счету работу для того, чтобы привлечь на подготовительную, бесплатную программу, в которую можно войти в любое время и уйти в любое время. Вот такой у нас опыт, который требует осмысления, понимания, вот с Еленой Юрьевной мы пытаемся осмысливать и понять, что с этим делать, вот, наверное, если не было бы целевого набора, нам это не было так остро, а так как есть целевой набор 20 студентов, еще надо на психолога набрать, не на компьютерчика, компьютерчика аутист может сидеть там и работать, ему не нужно общение, а здесь нужно общение, здесь человек должен учиться общаться, взаимодействовать, у него должна быть ориентация на помощь для других людей. Поэтому еще один принцип, который мы вели, помогая другим, помогаешь себе. Вот, перевести на эти рельсы тоже бывает не всегда легко и просто. Ну, Елена Юрьевна, что можете добавить, и потом уже... я полностью подписываюсь под всеми словами, что вы сейчас сказали, и это третий души, я его произношу уже третий год, но при этом желания сложить лапки или останавливаться у меня нет, потому что я прекрасно понимаю значимость этого сопровождения, и я не случайно сказала, и вы подтвердаете мою же позицию, да, эта работа длительная, она не может быть краткосрочной, не может быть ограничен по пятью или шестью интернет-занятиями. Я с вами согласна, что эта работа, которая должна начинаться с участия 98-9 классов, формирования, да, и обучения, подготовки к профессиональному миру, не только конкретной профессии типового. Более того, я думаю, что еще одна из причин, почему такая низкая активность ребят, они, конечно, в дальнейшем не видят себя на рынке труда. Они очень боятся, и это для них один из барьеров, которые они выстраивают. Да, я буду учиться, я буду осваивать, писать реператы, читать много литературы и посещать ВТС, но при этом я потом нигде не воспользуюсь данным материалом. То есть, вот такая единая линия вовс и работодатель, наверное, должна наибольше в последующие годы нашей работы акцентироваться, активизироваться, с четким, действительно, ориентиром, а где мои эти знания, куда этот мой труд будет вложен, для чего мне нужно будет эти четыре года так усиленно и много работать. Вы правы, когда вы говорите, что ребята их девенческую позицию занимают, и здесь, конечно же, большую недоработку нам, большую, наверное, очень жирную средню нам подкладывает система образования общеобразовательных школ, которые неоднократно я слышала эту правду от ребят, да, мне за красивые глаза ставили отцены, и никого не волновало, интересуюсь я, чем я хочу, кем я хочу быть, и вообще настолько глубоки мои знания. И это практически вот каждый второй наш выпускник эти фразы произносит. То есть, ломать вот эти стереотипы, конечно же, взаимодействовать очень тесно с педагогами общеобразовательных школ или центров, где проходят данное обучение наши ребята с ОВЗ, потому что это работа длительная. Я не случайно сегодня говорила о коллеге, что прежде всего для них удачно выбранная профессия это не только самоуважение и позитивное представление о себе, но это для большинства из них и сокращение чистоты может быть физических и психических проблем и в том числе может быть даже снятие неудовлетворенности жизни, которую они многие испытывают. Да, это очень кропотливая работа. Это вот тот самый степь бай степь, который мы преодолеваем вместе. И наверное хорошо, что это осуществляет программу преподавать телегрузы, потому что понимаю, как сделать более удобным и легким этот путь преодоления и освоения и нахождения себя в профессии. И действительно многое нужно проанализировать, пересмотреть. И конечно же вот там введение, как я сказала, образовательной школы в узкие работодатели, именно дней я вижу успех и разрешение многих вопросов и снятие барьеров, которые на сегодняшний день у тебя существуют. Валерий Бронич, я продолжаю с вами или моя часть закончена? Сейчас еще просто вы правильно заметили, что с первых дней поступления вы не же и до поступления мы должны понять, кому они нужны на рынке труда. То есть если он не видит профессиональную перспективу, ему очень трудно как бы дальше выбирать образовательную стратегию. У нас был один студент, который ушел из жизни, так получилось, мы знали о этом, что характер его заболевания. Он изучал математику и задает вопрос, говорит, Брой Бронич, вы мне скажите, вот столько мне нужно сил для того, чтобы изучать математику, а по окончании университета у меня есть надежда быть психологом. То есть он задумывается, а кому он нужен, а он нужен ли кому-то, а где он будет работать. Если нет профессиональной перспективы у него, то у него падает мотивация учебно. Наш хороший специалист по реабилитологии Щербакова Анна Михайловна, она будет выступать в понедельник 18-го в 2 часа, это заведующая карта по реабилитологии в нашем университете, она готовит реабилитологов и бездоровых людей для помощи людям с инвалидностью. Выступая перед профессорским преподаватским сетам, она говорит, вот если студент с первых дней не видит профессиональную перспективу, то это резко падает мотивация к учебу. А мы прекрасно понимаем, что на рынке труда никому не нужно. Что на рынке труда особо никто не ждет. И показать примеров с работы не так много, где они могут. И вот это очень явно сдерживает. Но это уже отдельный аспект именно их трудоустройство. Но профессионализация мышления, их профессиональная подготовка, подготовка, то есть психологическая готовность к трудовой деятельности. Один раз я сделал три эксперимента на факультете по ходу трудоустройства. Надо было, это было пять лет тому назад, рекламировать факультетскую программу в социальных сетях и так далее. Думаю, чего буду набирать здоровенькие, деньги мне надо платить, в любом случае там, любыми каналами, так я лучше возьму студентов. Вот, и предложили. У нас есть видеофильмы, с них надо нарезки делать, по пять нарезок с видеокурсов лекций, чтобы в ютубе размещали, там были титры и подсказки, куда надо идти. Второй там, контакты я посидел, нашел море адресов, ну думаю, ну что я буду сидеть, пусть они рассылают. Форумы, на форумах есть рубрики, где можно заходить, писать объявление, я хочу поступать, а другой пишет, а я учусь на ПДО. Вот, ну я говорю, вот по пять тысяч вам будет в месяц, сидите, трудитесь, ну не притружаясь, в том плане, что учебу мне повредить. Результат. Один, который фильм должен фрагменты делать, после подробного инструктажа, за месяц сделал одну нарезку с ошибками. Одну нарезку с ошибками. Второй, к которой формы надо было заходить, он мне через три дня показывает, ну я зашел на три формы, а перед этим я экспериментировал. Я за утро заходил, находил 20-30 форумов, сам регистрировался, сам размещал объявления, сохранял информацию и так далее. Я три утра так поработал, дальше говорю, ну пусть сразу поработает студент, мы ему заплатили. Он за три дня зашел на три форума и говорит, ну и вот у меня результат. Я говорю, хорошо, каждый день начитывайте, сколько вы сделали. Загинул, заходил три-четыре форума. Перед тем, пройдя, я этот путь понимал, что это ничего сложного нет, и другой провалил. Все три провалил. После этого я сказал, ни одного человека с инвалидностью бывшей студента я брать не буду. У меня будут одни убытки. Это очень большая проблема подготовкой к труду. Готов ли наш студент, и пусть ник напрягаться, а не выбивать права себе. Я это понимаю вопрос, что это у кого-то обвинить, я этим хочу сказать, что это проблема, которую надо решать. Надо работать, надо объяснять, как строить отношения с работодателями, как делать так, чтобы работодатель сразу не выгнал, как надо не права качать, а надо стараться сделать по максимуму и так далее. То есть у них навыков трудовой деятельности никаких, то нет. Они никогда не трудили. Мы то в своей жизни прошли много чего и знаем, как строится отношение с работодателем, но мы решили устроить цикл занятий по отношению с работодателем. У меня есть ряд коммерческих студентов, директора коммерческих структур, которые нанимают сотрудников, увольняют. Я говорю, ну вы расскажите, как вы нанимаете, а потом увольняют. Вот. Друзья великолепна. И говорим, давайте сделаем пять таких семинаров по поводу отношения работодателей к людям с инвалидностью, требования ты работник. Я думал, что у меня будет отшлаг. Первый раз пришло десять с половиной, второй раз пришло семь, и скоро мы прекратили все эти разговоры. То есть, когда сегодня обсуждаем трудоустройство, мне кажется, что мы слишком поверхностно подходим для изменения мышления у наших выпускников, для того, чтобы они бы хотели работать, хотели напрягаться, работать по полной программе и так далее, это нужна очень сильно психологическая работа с ними. То есть, вообще, комплексная работа. Вроде сложно, я вас скажу. Здесь, знаете, еще один важный фактор, я сегодня в своем выступлении о нем сказала, это мнение партизии родителей. Это еще наша работа, в том числе, с изменением отношения к будущему своих детей у родителей. Пока они ведут себя и понимают, что их жизнь и детей зависит только от них. И все их вопросы решают и берут на себя, не понимая того, что они недолговечны, и наступит тот момент, когда их ребенок останется один на один. Вот здесь это та межрежеведческая позиция, которая в том числе их формирует как педагоги, как родители. И очень часто мы испытываем давление влияния на родителей, которые считают, что они помогают своих детям в процессе обучения, а на самом деле они очень глубокие барьеры ставят между требованиями вуза, требованиями деканата и отношениями своего ребенка к познанию. Это еще одна проблема, которую стоит рассматривать и они не занимают. Я тогда добавлю, Лена, Лена Юрьевна, когда мы сделали первый выпуск своих студентов, их было восемь, начали думать, кто из них пойдет работать, посчитали, может быть там два-три не больше. А как, почему не пойдут? Сотрудники говорят, а родители не хотят. Родители не хотят, чтобы там у нас были первые выпускники, я в храме не буду называть. Родители не хотят, чтобы дети работали, им там удобнее. Вот, и мы поняли, что очень важно работать с родителями. С родителями это отдельная песня о работе, я в двух словах сейчас только обозначу, что не от того, что родители хотят хуже водителя, а от того, что у родителей есть свой жизненный опыт, свое понимание, и многие родители как бы слишком занимаются гипероперкой детей, гипероперкой, они очень боятся, что они поскользнут, упадут, и еще что-то случится. Вот, и мы тогда сделали родительские собрания, сделали родительские лектории. Для своих родителей мы решили каждую семью проводить родительские собрания. Зачем? Родители стоят со спиной детей. Дети иногда жалуются, что деканат прижимает стены, что деканат требует. Родители не всегда знают, от чего требуют. Они начинают ходить по инстанциям, писать письма и пугать. У нас была одна мама, одна студентка с мамой выступали полтора года как террористы. Вот, в конце концов, не вытерпел, посадил напротив и сказал, вот если вы продолжите свою лень пугать письмами министру, президенту и так далее, то я буду первым человеком, который против обучения людей с инвалидностью. вы за полтора года столько нервов потрепали, что мало не покажется. Я постоянно должен писать письма, ответы, фиксировать все протоколы, записывать каждую беседу. Вот оттого доводили. Если приносят работу, делаем все, я визирую, она визирует, чтобы не сказали, что мы подменили работу. Ну, вот бывают такие случаи, когда найдется по полной программе, манипуляторы бывают. Мы сегодня обсуждаем слободневные вопросы, не припевая, что вот все хорошо, все гладко, наша задача там все руль и так далее. Вот это актуальный проблем, с этой проблемой столкнулся работодатель. И мы начали родителям все объяснять, как учатся дистанционно наши студенты, какие требования, какие технологии, что мы требуем, чтобы родители были осведомлены в наших требованиях и технологии. Вторая проблема, с которой это психо-педагогическое сопровождение родителей. Родителям надо помогать, с родителями нужно работать, родители требуют психологической поддержки, нередко они живут в экстремальных условиях, потому что забота о своем ребенке это у них головная вот главная проблема, они не отдыхают из-за этого, они постоянно переживают по данному поводу, и родители действительно живут в экстремальных условиях. Но мы с вами знаем, что это особая категория родителей, как правило, это мама, как правило, это не полная семья, это еще накладывает определенные условия на взаимоотношения, это у них повышенная гиперопеха, гиперпереживание, сочувствие, эмпатия со стороны мамы. Кстати, родители нередко отдают вуз учиться ребенка, потому что тогда семье немножко легче, семья более свободна, ребенок учится, ходит в университет или дистанционно он при деле, тогда семья высвобождается. Но у ребенка нет мотивации к учебе, возникает. Я хочу сказать, вот мы поднимаем эти проблемы, которые не всегда принято поднимать. Читает, может быть, неэтично об этом говорить, что мы кого-то обижаем, кого-то унижаем, кого-то принижаем и так далее. Но мы не должны спевать, мы должны понимать, как работать со студентами, которые так себя ведут. Да, среди них есть очень мотивированные студенты. У нас Камолов Олег это звездочка, он более мотивирован, чем очники мотивированные, но таких не так и много, которые можно вот так порадоваться, как нашим, скажем, Олегам. Вот. Вы вспомните Вера Самыкина. Да, Вера Самыкина. Да, есть такие, которые очень мотивированные хотят учиться, но везде... Я просто забывала, что человек на коллекции. Понимаете? Вот она опережала мои задания в процессе участия исследовательской работы. Она ушла впереди меня. Представляете? Это, конечно, на сроке и вы правы. Вот. Вот так. То есть родители, с родителями, родителям нужна помощь, поддержка, нужны тренинги специально для родителей. Мы нашли хороших психологов, которые рассматривают детско-родительские отношения. И мы с родителями иногда дети, родители вместе были, иногда родители отдельно были и обсуждали эти проблемы. И называли вещи своими именами. К чему ведет киперопека родителей, не воспитывается самостоятельно с детей, а это потом только хуже становится. Вот. Сейчас мы перейдем уже к следующему. Спасибо, Елена Юрьевна, за участие. Дальше. Когда абитуриент поступает к нам? Допустим, мы что-то сделали, чтобы повысили их мотивацию, подготовили хоть частично к вузовскому образованию. А высшее образование, если строить грамотно, это образование каждому. Мы, у нас первая была заочная форма на основе дистанционных технологий. Классическая заочная форма две недели как бы учимся, полгода дурака валяем, полгода две недели как бы учимся. Это открытая продажа дипломов, это никакого образования нет. Это профанация в кубе. Поступая студент на заочную дистанционную форму, думал, что будет такое образование. Мы сперва, когда сделали подраздали диски, все учебные материалы раздаем на дисках. Вначале вообще открытой этой программы мы очень много ездили к студентам домой, смотрели, как они учатся, с какими проблемами они сталкиваются. Изучали домашние условия обучения, с кем они живут, позиция родителей. Кстати, вот такое знакомство с родителем неформальной обстановки семьи очень полезно. И мы за счет таких поездок очень много узнали. Во время одной из первых поездок одна студентка мне говорит, я училась на домном обучении, каждый день к нам приходили педагоги, каждый день нам давали задания. И я понимала, что мне делать. А вы сейчас нам дали материалы, установили сроки в конце ноября, декабря, и что мне делать вот этот промежуток времени. я не понимаю, как мне учиться вот так, как в организме. Поэтому мы очень быстро перешли от такого формата на вечернюю форму. То есть мы поняли, студент мозги должен напрягать каждый день, иначе не трофируем. Первое, у студента с инвалидностью должна быть очень четко распланирована система выполнения работ и контроля пошагово. Если мы возьмем разные системы развивающие обучение по Кальпелину, по Давыдову, третий тип ориентировки по Кальпелину, наиболее развивающий, когда не нужно давать детальные структуры, планы, работы, а нужно дать задание дальше сам догадываться, включая метод смысловой доказки, как это решить, со студентами с инвалидностью это не пройдет. С некоторыми пройдет. Но для большинства нужно очень четкое планирование и контроль выполнения каждого дека. И мы поняли, что очень важно учить самоорганизацию. Вели курс технологии методики самоорганизации на первом семестре, как столько студент поступает к нам. Этот курс ведет Кригорова Татьяна Вадимировна, она сейчас на пробу, а мы сейчас пригласим ее и расскажет, чем суть этого в курс. Спасибо. 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 То есть... Так, сейчас пока выходит на связь, Татьяна Владимировна. То есть мы сами добровольно начали разрабатывать пропедиктические курсы и их библиотек. Вот сейчас, когда завтра будет Мартынова Елена Александровна в то время, как сейчас мы работаем, после обеда говорит, то при разработке отопционных образовательных программ для высшего образования инвалидов будет стоять необходимость разработки отопционных программ. Бауманский университет давно этим занимается, они полгода, у них и целый год идут отопционные программы, для того, чтобы они привыкли учиться в УЗИ и так далее. Это целый цикл отопционных программ есть в Баумансском университете. Сейчас я хочу сказать, что все ВУЗы, которые учат студентов с инвалидностью, должны будут адаптировать программы для людей с инвалидностью, и учебные дисциплины еще адаптировать программы по учебным дисциплинам, и еще разрабатывать блок отопционных программ. В Челябинском университете тоже имеют свои разработки, и Мартинова Елена Александровна завтра как раз об этом расскажет. Кто работает с людьми с инвалидностью, раньше или позже приходит к такой пониманию, к такой необходимости. Одна из базовых проблем – учить учиться. Учить учиться. Вот один из курсов, это Татьяна Владимировна Григорова, наш преподаватель, много работает с нашими студентами. Веден курс нами был информатика, так как по ДО должны хорошо ориентироваться по PowerPoint, Word, Excel, компьютерных программах. Вот Татьяна Владимировна как раз ведет этот курс информатика и ведет технологии, методики самоорганизации. Расскажите, Татьяна Владимировна, о ваших программах. Здравствуйте, Кландир. Хорошо меня слышно? Да, кажется, хорошо. Немножко подумайте, можно будет. Да, сейчас попробуем. Сейчас лучше? Сейчас лучше, да. Значит, ну, если отмечено по порядку, да, и говорить о основе информатики, я первую путь, я хотела бы выразить, но, естественно, это действительно огромная необходимость. В таком курсе я была, и было понятно, с самого начала, в силу того, что студенты приходят в равном уровне подготовки, и, несмотря на то, что они запрещены не столь по-моему обучения, и уверены в том, что их подготовка в сфере информатики достаточно высока, им тоже приходится выполнять какие-то учебные задания, которые есть презентации, ими образованные противnicas, и другая отделя.. Прежде всего,iez путь дал отсюда и выступает. Вот который той разгона будет куда-то третий съезд на exchanged грижи и так далее. И он стал переносить тем, что, на деле, оказывается, что не так, что много они знают теурии. И вот этот вот курс основы информатики позволил вам сделать так, чтобы буквально вот с самого начала наши студенты могли грамотноن 씨 Brandini-T ist今 Golden kasih были находит все документы, Мы знакомы с современными вещами, например, с тем, как грамотно оформить студенческую работу, документ в этот состав, как создать грамотную презентацию, как переслать материал, как заархивировать материал, если он нужен и так далее. В конце концов, приходится выходить на консультации с преподавателем. У нас такая есть возможность для студентов с ограниченными возможностями здоровья для того, чтобы получить консультацию в скайпе и как работать со скайпом и так далее. То есть здесь достаточно много умножек, которые в общем-то они должны грамотно освоить, а не просто так, как им кажется, знать, как работать на компьютере. Но на самом деле это проблема по поводу того, что они считают, что они вообще асы в информатике, а на самом деле такое не происходит. И мы сталкиваемся с тем, что такое не происходит. Это не только проблема студентов с ограниченными возможностями здоровья. Те же самые проблемы есть и студенты выучного отделения, поскольку это и выучников, которые я веду занятия. И они тоже приходят и думают, что они, безусловно, грамотные, очень много выпускают. И в силу того, что только к сессии понимают, что что-то они действительно не выработали, а не получили в школе. Ну вот, а если перейти в культуру технологии и методики самоорганизации, это вообще насущная проблема. И, наверное, все преподаватели знают о том, что в принципе вопросы самоорганизации, это вопросы достаточно серьезные у всех студентов, не только у студентов, у школьников. И я думаю, что у достаточно большого количества сотрудников тех или иных организаций. Поскольку сейчас у нас действительно время идет вперед, у нас появляются достаточно огромные возможности в сфере занятости. И не только потому, что нас постоянно обгружают на работу, но хочется успеть еще что-то дополнительное и так далее. То есть это большая проблема для всех. И, так сказать, так получилось, что вот в сфере своей профессиональной деятельности довольно много приходилось сталкиваться с такими проблемами, чтобы все успеть. И, в общем-то, есть некоторый опыт посещения действительно самого подробного занятия, использования различных технологий. Поэтому, в общем-то, так это достаточно хорошо мне, так сказать, на сердце, да, и на профессиональную деятельность веду. Но, тем не менее, вот проблемы, которые, так сказать, у меня появились в связи с тем, которые курсы, которые мне пришлось читать, но, собственно говоря, и с тем и другим, они абсолютно созвучны с тем, что сейчас произносили Елена Юрьевна и Володь Воленович. Потому что проблема вот этой долгой раскачки, да, когда студенты входят в бритв и мучиловую. Проблема боязни отвечать на вопрос, включаться в разговор, подключаться к какому-то интерактиву во время занятий. Да, и еще одна проблема, с которой я сталкиваюсь, это желание приукрасить действительность, начиная от того, что они говорят о том, что мы все это знаем, все умеем и так далее. Не только, кстати, по поводу основ информатики, в том числе и по технологиям и методикам самоорганизации, по самодисциплине. И действительно, вот в сфере мотивации и в сфере эффективного подхода к учебе очень важен момент поддержки окружения, поддержки близких, людей, которые находятся целярами. Собственно говоря, я фактически сейчас перечисляю все то же самое, что обсуждалось. Поэтому, может быть, вам будет интересно, мы послушаем немножко о том, что в содержании наших занятий мы рассматриваем. Возможно, это будет... Коллегам интересно узнать. Поэтому я хочу сейчас включить презентацию, где я немножечко расскажу о содержании нашего курса. Полная секунда. Да, сейчас у вас должна будет загрузиться демонстрация. Видно мою презентацию? Скажите, пожалуйста. Алло. Да, видно. Ага. На весь экран только расширите. У меня она на весь экран. Все. Хорошо, нормально, да. Значит, ну, немножечко вот вкратце о том, что в содержании нашего курса. Дело в том, что когда, так сказать, возник вопрос о подобном курсе, необходимо было затронуть очень много важных вопросов. И это не только вопрос тайм-менеджмента. Потому что вот тайм-менеджмент, с одной стороны, это такая достаточно большая и серьезная часть работы, да, в этом направлении. Но, с другой стороны, без таких вещей, как самоанализ, самонаблюдение и целеполагание, об этом тоже, кстати, Юлия Юрьевна, вот я заметила и сказала, да, очень серьезный момент. Потому что наши студенты, особенно студенты с ограниченной возможностью здоровья, для себя не всегда видят перспективу, для чего они учатся, да, что их ждет впереди, зачем им это надо, какие действительные узнания, понадобятся и так далее. И это становится достаточно серьезным тормозом к тому, чтобы активно, сразу, включиться в работу и эффективно заниматься. Они не всегда, вернее, понимают, для чего им это нужно. Значит, поэтому вот наш курс, он, так скажем, разбит на три больших части, да. Это часть первая, самоанализ, да, самоублюдение, я бы тут добавила через запятую, целеполагание, связывая все эти моменты, да, сейчас я объясню, почему. Во-первых, второе, тайм-менеджмент, и студенты, где мы рассказываем основные понятия тайм-менеджмента, и что там, так скажем, какие первые существуют, какие техники существуют и так далее. И третьей, третьей часть этой технологии – эффективные учебные действия. Значит, прежде чем, так скажем, вот, приступить к описанию участия своего курса, я бы хотела бы сказать, что здесь очень действительно серьезное место, приходится уделять мотивации. Всего этого прибегаешь к различным способам. Для этого используются и различные видеоролики, да, которые, в общем, достаточно много в интернете, и вы можете увидеть, и много интересных мультфильмов, да, о прокрастинации, например, или множестве интересных экспериментов, которые проводятся по поводу самоорганизации, самодисциплины. Наверное, хорошо специалисты, когда домовцы, по поводу, здесь, вот этот вот опыт, когда детишкам предлагали съесть маршмеллоу, да, в отложенном во временем варианте и так далее. Демонстрируем различные фрагменты тренингов и таких известных тренингов в этой области, как стильный поле, например, да, и так далее, нашим Владимиром Допаса и так далее, и так далее, с прицелью, чтобы показать им, так сказать, насколько это важно и интересно, и подтолкнуть их к самостоятельному пульсу интересных и важных материалов на эту тему. И в этом смысле мне приходится еще и, так сказать, оперировать как бы другим авторитетом и в своих занятиях приводить различные цитаты. И вот, так скажем, одна из цитат, которую мы часто, так сказать, используем, и самая интересная, она им очень хорошо, так сказать, как-то ложится и хорошо запоминается. Знать или сделать, это все равно, что не знать. Уметь или сделать, все равно, что не уметь. Вот цитата Стивена Поля, которую я привожу в ответ на то, что когда мне студенты говорят о том, что мы это знаем, это не слышали, это не читали, а я всегда спрашиваю, что вы применили из того, что вы знаете. И пытаюсь стучаться до них следующими словами Эйнстейна, говоря о том, что вы пришли получать, дорогие мои, высшее образование, да, вы пришли на другой уровень, вы получаете другой статус. Поэтому те важные проблемы, которые стоят перед вами, не могут быть решены на том уровне мышления, на котором вы находились, когда вы их создавали. Другое отношение требуется и к вашему обучению, и к тому, сколько сил и с какой эффективностью вы направите на осваление той новой деятельности, которая сейчас у вас происходит. Если раскрывать более подробно, вот детально те моменты, о которых мы идем речь на наших дарвятиях, это первый момент, целом наблюдения и самоанализ. Используются различные методы упражнения, которые предлагаются для студентов для того, чтобы выявить анализ, провести анализ их временных затрат. Когда предлагается записывать, сколько времени они тратят на то или иное действие, потому что задавая вопрос, на что вы тратите свое время, студенты чаще всего отвечают. Да, следим в социальных сетях, да, смотрим кино в интернете. А сколько времени вы тратите на это? Они могут оценить, даже предвидеть. Вот такого рода упражнения показывают, сколько времени вы отводите на то или иное действие. Далее, целом наблюдения на выявление наиболее эффективных часов. Часов, когда наиболее легко, например, читается или слушается та или иная лекция. Или часов, когда удобнее выполнять какие-то технические работы, например, написать реферат или выполнить задания по математическим методам и так далее. Далее, серьезный вопрос, вопрос, который касается цели и полагания. Иногда студенты, когда спрашивают, а какова ваша цель, они, в общем-то, даже не готовы ответить на этот вопрос. Да? И второй вопрос мы вводящее, каковы же ваши ценности, да, с какими ценностями вы живете, они тоже не могут, так скажем, ответить на этот вопрос. А как вы, наверное, коллеги и знаете, что, в общем-то, наши цели – это продолжение насрективности. Если мы с этим не разобрались, если наши студенты этого не понимают, да, если они этого не знают, то, естественно, то спланировать и выделить то или иное время на учебу или на разгобе и так далее, и спланировать его, да, эффективно распределиться этим временем. В общем-то, достаточно сложно. Поэтому именно эти вопросы задаются и именно эти техники предлагают. Вот, например, упражнение, которое предлагается Гриду Архангельским, которое он назвал «Что для меня? Особенно в вашей жизни?», да, он предлагает, и я предлагаю это своим студентам, ежедневно записывать самые важные события сзади, да, выбрать одно из событий за неделю, а в конце месяца, да, вы получите 4 или 5 событий, которые отражают ваши ценности. И в таком случае будет гораздо легче определиться с тем, к чему вы идете. То ли вы получаете дефок, дорогие мои студенты, для того, чтобы его получить, то ли вы хотите, собственно говоря, стать профессионалами в этой идее, да, то ли вы хотите заниматься наукой, то ли вы хотите стать в его образе, и так далее. То есть вот все эти вопросы путем самым наблюдения, самым анализом использования различных техник, которые предлагаются. В литературе студенты, в общем-то, раскрывают себя и видят эту картину, с которой нужно работать, да, и это и служит, и нужна дальнейшая мотивация для продвижения учебной деятельности. Следующий блок, это непосредственно стаймоджмент, который, как мы знаем, состоит тоже из трех китов. Да, и эти три кита телеполагания, управление временем, но и сам дисциплина. И так они завязаны друг за друга, так они друг с другом, так сказать, сцеплены, находятся, можно сказать, в конвергенции, что невозможно, в общем-то, выделить отсюда, выделить, что наиболее важно. И самым, я бы сказала, сложным моментом, конечно, в этом самодисциплина. И то, чего не хватает нашим студентам, то, чего, в общем-то, надо учиться, здесь мы рассматриваем такие, казалось бы, простые понятия, как получение полезных привычек, да, и говорим о том, что совершенство, здесь такое высказанное, знаменитое, это, в общем-то, всего лишь привычка, только лишь нужно эту привычку приобрести. И когда, после определения целей, ценностей, так скажем, вот на предыдущем этапе, я предлагаю еще одно упражнение, предлагается заполнить, например, таблицу, да, выписать свои ценности, выписать цели, а в конце написать, на что уходит ваше время, поскольку предварительный анализ мы проверили, а далее соединить стрелочками. В общем-то, если у нас тут сопоставление, да, и, в общем-то, случаются достаточно серьезные фазусы, когда, собственно говоря, ни одной стрелочке иногда о ценности и цели, к тому потраченному времени, которое есть у студентов, в общем-то, провести не удается. И студенту приходится задуматься над тем, как же так, да, как же я приду к тому, что я хочу получить, как же я, например, стану профессионалом в области психологии, да, узнаю на человеческие души, если совершенно не на то трачу время, если у меня время уходит совершенно на другие, может быть, даже важные, может быть, даже важные для меня цели, но нам нужно это время и нет. Значит, мы рассматриваем в рамках тайм-менеджмента для студента следующий вопрос. Во-первых, мы учимся записывать, да, Грунг Иванович говорил уже об этом, что наши студенты, надеясь, только на своей память, да, иногда забывают о важных событиях, о важных объявлениях и так далее. Мы учимся записывать то, что нам предстоит сделать. Фиксируем время, фиксируем события, да, и лейтмотивом этого установится, надо сказать, не сам, это будет рамка, да, острение самой ростой памяти, и они тоже это, кстати, очень хорошо упоминают. Далее, говорил о том, как выбрать удобную форму для подобного рода записи. Так, что для этого взять? Дневник, ежедневник, использовать информационные технологии, такие, как работа в программе Аутбук или какие-то записи из записной книжки и блокноты в смартфоне и так далее. Здесь завязывается достаточно интересный диалог, потому что, когда спрашиваются студенты, по-ъяснему, у вас ежедневно, в большинстве случаев, из них, студенты, во всяком случае, СОВЗ, да, они говорят, что у нас, так сказать, в памяти все есть, но когда накапливается достаточно большое количество дел, когда у вас возникают контрольные точки в расписании, когда нужно сдать какую-то текущую работу, когда нужно сдать какую-то итоговую работу, когда нужно подготовиться к зачету экзамену, получается, что некоторые даты у них выпадают, и вот в этом, так сказать, возникает необходимость. И обсуждение того, какой ежедневный, кто ведет, каким образом записывает, какие для этого средства используют, какие стикеры, какие фломастеры, маркеры и так далее, на самом деле, тем самым, будет нам очень интересный обменок. Очень запланировать, да, планировать учебную нагрузку тоже достаточно сложно, и учебные занятия, и самостоятельные занятия очень сложны, в силу того, что очень многие контрольные точки бывают разнесены, например, во времени. И тут вот, Борис, Борисович, мы этот вопрос довольно часто обсуждали, как лучше это спланировать параллельно или последовательно, учить ту или иную дисциплину или готовиться к тем или иным занятиям, как использовать привязанное ко времени, да, планирование, жестко фиксированное во времени, или планирование контекстное, как расставить приоритеты. Все эти вопросы, во-первых, у них возникают, поскольку мы поднимаем это рассуждение, и, так сказать, мы пытаемся эти вопросы разрешить. Да, мы рассматриваем и матрицу из Энхавы, и стратегические закладки, и просто, значит, целостно-ориентированный список, то есть различные-различные способы для этого рассматриваем. И студенты в процессе освоения дисциплины технологии методики самоорганизации, пользуясь этим на своем опыте, выбирают те линии, индивидуально для них удобные технологии для того, чтобы эффективно это использовать. И, знаете, возникает вот какая-то интересная такая, ну, если не игра, то в правах самонаблюдения и обмен опытом они, так сказать, друг друга, в том числе и учат, опираясь на те материалы, которые, может быть, мы им дали, и которые с нашей подачи они, так сказать, начинают изучать. Очень важный момент, о котором мы говорим, это рефлексия, да, если ты записал все свои действия, если ты, так сказать, выполнил эти ферсии, безусловно, ежедневно, еженедельно, ежемесячно необходимо выделить время на то, чтобы посмотреть, а что же я сегодня сделала, а что у меня получилось удачнее или неудачнее, и так далее. Потом мы проводим рефлексия, она хочет студента создавать на следующий день, на следующую неделю, на следующий семестр более эффективные планы, поскольку каждый идет в своем индивидуальном режиме, у каждого свои эффективные часы в расписании, у каждого свой собственный вырабатывается индивидуальный эффективный подход к изучению материалов. И здесь, когда мы говорим о планировании, очень, так сказать, часто, да, возникает вот такой момент студент, меня скажет, Татьяна Владимировна, а вот так вот ежедневно, так подробно все планирует, и приобретительные студенты, и обработки, да, жить все время по плану, это искусно и неинтересно. И мы здесь рассматриваем и другой момент. Необходимо соблюдать жизненный баланс, необходимо выделять обязательно время для планирования отдыха, необходимо оставлять время для каких-то непредвиденных событий в течение дня, и так далее. И здесь тоже, в общем-то, важный момент, и умение планировать свое свободное время, умение планировать свое хобби, и тогда это тоже важно, чтобы одно другое время не мешало, чтобы учеба не мешала моему отдыха, моему удовольствию, моим занятиям, а чтобы шло оно в ногу. Да, и именно для этого мы понимаем, приходим в две годы вместе со студентами, чтобы успеть и то, и другое, естественно, и то, и другое нам планировать. Значит, и, наконец, вот третья важная часть, это технология эффективной учебной деятельности, где очень важный момент, и это самая дисциплина, научиться, привыкнуть, заставить себя по составленным, да, методам и технологиям планов действовать, это достаточно серьезная проблема. И сколько угодно мы можем составлять с вами, но если мы не дисциплинированы, естественно, мы никогда к своей цели не придем, и поэтому момент самодисциплины очень важный момент. У меня, в общем-то, на самом деле, целая лекция, посвященная самодисциплине, и один из ключевых таких вот моментов для самодисциплины я, так сказать, нашла вот такой способ, не знаю, студентам, как правило, это дарится, так называемый календарь, очень простая вещь, которая позволяет просто отслеживать, насколько эффективно ты прожил тот или иной день, и зачеркивать календари прожитые дни. Наверное, коллеги с этим знакомы, когда студент видит, сколько зачеркнутых, а сколько пустых дней осталось до, например, сессии или до, да, до текущего контроля, вот этот объемный зачеркнутый, объем свободный, когда они между собой балансируют, да, сразу видно, что срочно надо приступать к тому или иному действию, иначе я могу не успеть. Обсуждаем вопросы, как планировать учебное время, да, здесь и сколько времени потратить на выполнение заданий, какие перерывы сделать, в каком порядке выполнить задания, какие сначала сложные или простые, как их чередовать и так далее. И здесь тоже, так сказать, большая почва и большой повод обратиться к студентам друг к другу, поделиться своим опытом о том, как у них это получается. И здесь тоже достаточно интересный разговор складывается. очень важный момент, который мы, как правило, редко учат. Вот я обратила внимание на то, что очень редко у нас дается и в вузах, и в школах, как эффективно подойти к изучению материала, да, и как организовать материалы, как его сложить в папки, или записать в тетрадку, или разбить на листочки, и так далее, и так далее, да. То есть вот все различные подходы к этому, как работать с написанными лекциями, как слушать лекции, в какой момент просматривать видеозаписи, и как с ними работать. То есть мы рассматриваем различные варианты работы с материалами, с его организацией, да, говорим о необходимости регулярности занятий, потому что только в таком случае я легко приду к контрольным точкам, я легко буду сдавать зачеты, поскольку буду работать со знакомым материалом. Необходим творческий подход, да, и не всегда мы изучаем те дисциплины, которые нам нравятся, и которые, как нам кажется, нам пригодятся в общем. Но благодаря творческому подходу можно сломать некоторые стереотипы, допустим, к подходу к сложным каким-то дисциплинам, рассматривать контекстные материалы, собирать материалы, если вдруг тебе попадаются какие-то интересные заметки, ссылки и так далее, выложить их, допустим, вот к этой папке, к этой дисциплине и так далее. Далее в творческом подходе можно отнести такие приемы, как использование, например, метальных карт, да, или схем, или создание концентрических диаграмм и так далее. То есть здесь вот каждый выбирает для себя, студент, то, что ему удобнее. И уже с этим готовым материалом он спокойно может продолжать, поскольку он начинает в начале года, да, постепенно вместе с изучением этого материала он начинает это использовать и на других дисциплинах. И, наконец, важный момент, это технология подготовки, вот зачетовым заменам, различным защитам и так далее, тоже очень серьезный момент, потому что большинство студентов, которые приходят к нам, особенно со студентами с заграничными возможностями здоровья, с этими моментами просто даже не сталкивались. И поэтому то, как подойти к зачету, как распланировать время, да, как грамотно составить режим дня для того, чтобы в этот день готовиться к зачету экзамена, как отдых свой спланировать для того, чтобы не перезабыть все в момент дачи экзамена, как работать над содержанием, как творчески подходить к нему, как активно, так сказать, относиться к материалу, который ты изучаешь. И еще один важный момент, это выступление с презентацией. Да, поскольку у нас в онлайн-формате студентам часто приходится выступать на тех или иных семинарах. И здесь вообще, в принципе, выступление с презентацией, это важный момент для студентов. И, как правило, сталкиваюсь с тем, что чисто интуитивно они выбирают тот или иной способ подготовки, выступления, да, создания презентаций и так далее. И на некоторый акцент здесь все-таки расставлять приходится, поскольку академическая презентация, она отличается от презентации, которая создается, например, для дня рождения, или еще в каком-то таком, или для классного часа, или для заседания студенческого клуба. Да? Далее, еще один момент, то, чему приходится учиться, как выступать, как удерживать внимание, как обратить внимание на важные точки, как рассказывать, замечтать с бумажки, да, свое выступление. Вот всему этому мы уделяем внимание и с удовольствием, когда заканчивается курс, вижу результаты, да, поскольку вот для нашей дисциплины мы решили, что итоговой работой в этой дисциплине будет, ну, во-первых, написание эссе по теме самоорганизации и дистанционное обучение из личного опыта, где студент анализирует те материалы, которые по этому курсе изучил, как анализирует уже тот опыт, который он приобрел, да, опробуя на себе те или иные технологии, методики, работы, да, вот учебные деятельности, в процессе обучения на дистанционном фокусе, предлагает какие-то свои и так далее. То есть это как бы рефлексия всего курса и дает тоже, в общем, очень интересный вот такой итог и для нас, как для, так сказать, для инициаторов проведения такого курса и для них самих, да, поскольку дело у них движется в первой сессии, и такого омена подведения методов им нужно. Это первый факт. И второй момент. Еще одно итоговое задание, которое вот идет в сопровождении этого эссе, это выступить к докладу в нашей вот учебной, дистанционной конференции по материалам своей ойсы. И, как правило, для многих из них это бывает первое такого рода выступление, да, то есть это и тренинг, это и опыт, это и обсуждение потом, да, то есть я даю слово студентам, которые слушают, чтобы они задавали вопросы, чтобы они сказали о плюсах и минусах и так далее. То есть это очень хорошее подведение итогов, отработка, скажем, вот этого материала. С удовольствием получаю в конце курса, так сказать, вот отклики. И, в общем-то, получаю их не только в конце курса, но и в конце семейной страты. Потом сталкиваюсь с этими же студентами при ведении новых других курсов, других дисциплин, с удовольствием получаю благодарность за то, что акцентировали и подняли вопросы на эту тему, да, по поводу эффективной работы с учебными материалами, с учебной деятельностью и так далее, что студентам действительно становится легче, интереснее и у них больше получается. Ну, вот, наверное, и все. Спасибо за внимание, коллеги. Может быть, есть какие-то вопросы? Сейчас, Татьяна Владимировна, может быть, до этой проблемы самоорганизации не столь сталкиваются организаторы очной формы обучения. Я, как говорю, по очной форме, студенты ходят в банду, не с одной, а с другой, гоняют, спинают, там они высокими самоорганизацией, грубо говоря, не требуются при педагоге, принуждения. Дистанционное обучение строится на самоорганизации, самообразовании. Если этого нет, то хороните дистанционное образование. Там невозможно человек его заставлять, он будет отставать, но если мы будем не дипломы продавать, как часто дистанционное обучение, превратилось в открытую продажу дипломов, а не образовав. Если мы сделаем качественный вариант дистанционного обучения, то он будет сложнее, чем очная форма обучения. И вот мы, когда начали дистанционно развивать, первым проблемом в статуре самоорганизацию студентов. Когда не было магистрских программ, и мы набирали на второе, выше каждый год 70-80 студентов, на второе, выше, даже больше. Вот, вот получалось, что мы каждый год отчисляли 70-80 студентов. Я понять не мог, почему такое количество мы отчисляли. Я начал подозревать своих сотрудников, их заработная плата не коррелирует с количеством студентов, он им проще отчислить, отказаться от работы от них и спокойно спал. Начал векратно, что случается, почему такое количество мы отчисляем студентов, имеем не студентов ОБСД, а комисских студентов. И когда в Москве одно лето было нечем, дышать, горели все токтенники, вот, думаю, я позанимаюсь проблемой изучения, почему мы столько студентов отчисляли. Вообще, интересно исследовать, такие явления, почему не получается, почему мы отчисляем, работать с отчисленными студентами, проводить их исследования, что мы не так делаем, что они отчисляются, может быть не только их вина, но может быть и наша вина, почему они отчисляются, и так далее. И вот, когда токтенники горели, нечем было делать, мы, как Ёжик и Туваня, ходили по НГППУ, вот, в то время я начал исследование, что случилось. Делали анкету, перед тем, как отправить анкету отчисленную студенту, я думал, они меня пошли подальше, или уже отчисленных, меня не забыли. Поэтому перед тем, как поставить анкету, мы смотрим, говорим, все, вот вы нас учились, наша судьба не сложилась, ну, всякая жизнь не бывает, и мы хотим вас спросить, почему не сложилась наша судьба до учебы, вот, ответите, иди. Ну, и так немножко говорили, потом, ну, и все-таки, скажите, может, в анкете вы мне напишите, почему вы учли? И так далее. И многие отмечали, что мне не хватило навыков самоорганизации. Я потерялся в учебном процессе. Мне нужна была помощь и поддержка. Я говорю, и какая помощь и поддержка? А мои сотрудники что говорили? Просьба них. Ну, что, они сами пришли в университет, они сами заключили договор, они сами заплатили за свое образование. Мы выдали диски 10 сентября и говорим в путь, а в ноябре вы должны доказать, что вы сделали. С формальной точки зрения сотрудники правы. Да, мы сами заплатили, сами договор заключили, получили услугу в виде материала, а дальше в ноябре будет очистить. Но не с формальной точки зрения, абсолютно не правы сотрудник. Если в любительском плане разбираться, да, можно, ничего не приберется, да, услуга, оказывается, материалы по учению, и так далее. Начали вникать, что происходит. И поняли, что мы не занимаемся психонко-педагогическим сопровождением. Сотрудники у них упрём. А какое сопровождение взрослые люди? И у них 18+, а им 30+, и даже 40+. Какое там у них сопровождение? У них семьи, у них дети, у них работа, они сознательные граждане, так? Начали вникать. Есть антропологи, психология, педагога, теория не только взрослых людей. По большому счёту надо понимать, что это другого уровня люди, по уровню самостоятельности. Если мы работаем со взрослыми людьми, это другая психология. Это не 18+, которые экономически не самостоятельны, и так далее. Со взрослыми людьми надо работать совершенно по-русски. Есть антропогидская модель обучения. Другой тип отношений с этими людьми. Вот, допустим, если я обучу взрослого человека, то вот завтра я могу сесть, где он сидит сегодня, а он завтра будет будь-то стоять и мне учить, что он умеет. И может быть, он в жизни ещё больше достиг, чем я. Нередко говорят, что такое умное, такое нет. Может быть, он больше жизни достиг и так далее, он завтра я буду самим учить, бог не него. И мы завтра поменяемся ролями. При обучении конструктивных это совершенно другой тип отношений. Надо, кто работает с взрослыми людьми, надо менять психологию, работу с этими людьми. Это не педагогическая модель принуждённого образования. Это другой уровень самостоятельности и надо учиться нормально разговаривать со взрослыми людьми. Когда вот ряд моих сотрудников, их любят пинать, их любят принижать, им любят указывать, показывать, что ни там вообще никто в этой жизни не так далее, это вообще противоподавок. Вот. Ну и вот эти взрослые люди дают понять. Мы как делали? Отдавали материалы, дальше в путь. Поняли, что это не так надоело. Мы когда, уже в рамках абитуентской программы, абитуентскому делу не только для лица ВСЗ, но и для первого, второго мышца, которые хотят учиться, они должны понимать, чем отличается дистанционность продажи фитологов от дистанционного с жестким вариантом образования. Дистанционное, качественное, может быть лучше, чем очное образование, значительно лучше, чем очное образование, потому что это самообразование, это совершенно другой тип образования, но это требует совершенно другого подхода к образованию. Большинство наших отечественных студентов не готовы к дистанционному образованию. Я вам честно проверяю, 75% абсолютно Они не готовы к дистанционному образованию, потому что школа и договорки принуждения, ну, в одной стороне. В другой стороне они приходят ради формы. Им важны неспособности, некомпетенции, которые мы питаемся в учебных планах, традиции, подбородки и так далее, важны горочки. А горочки важны, потому что между их IQ и способностями и заработной платы нет никакой корреляции. Есть противоположные. И так далее. Поэтому не стимулирует сегодня рынок развитие профессиональных качеств. Сегодня даже работа чисто становится опасной. Окей, здесь точка ставка, дальше не заправим. В результате, значит, если мы хотим самостоятельность, мы начали, во время клиентской программы уже объясняем, что решили. Я говорю, если вы хотите купить икон через дорогу, не буду на золотую лицу и то, вот там продавите икон, идите покупать. Если вы хотите учиться, имейте ввиду, что у нас будет учиться труд. Мои сотрудники говорят, зачем вы пугаетесь, ведь тогда к нам меньше студентов пойдет, правильно? Все говорят, легко ли поучиться, приходите только к нам. И так сказать, нет, не надо обманывать. Потом они скажут, что вы обманули. Если вы хотите, это будет качественно, да, приходите. Но поймите, что будет трудно вам учиться. Вот, если ты кому интересует, лучше к нам вообще не приходите и не тратить деньги, и не тратить деньги. Ну, это из области работы. И мы, когда приходили к нам студент, мы что делаем? Мы говорим, наук собрали, 5 сентября. Говорит следующее, вы приходите каждый день на занятия в университете. Они такие от глаза, говорят, подожди, мы поступали на диспансионный этап. А вы говорите, приходите каждый день. Говорит, идите, логите. Я говорю, хорошо. Представьте ситуацию. Вы решили поучиться, а после работы пришли домой. Сели за компьютером. Вам звонок. Мы подумали, а, вас приглашают туда, да. Вот, мы думали, ну, еще много до ноября времени, я этим займу там. В результате, вы уходите от компьютера, ничего не делаете на завтра. Завтра 5. Подошел ребенок, говорит, папа, отвези меня в аквапарке. Вот. Куда? Ну, повезете ребенка. После завтра подойдет то-то или что-то, и вас будут отвлекать, а вы будете думать, что если завтра, послезавтра. И так вы никогда не приступите к образованию. Через месяц можно вас хоронить как студент. Все, через два это уже все. Вы не студент, вы числитесь как студент, и с вашего не будет образования. Мы вас уже потеряли. Если по-настоящему мы говорим, приходите в университет, чтобы дистанцировать. Вам нужно переформатировать ваше отношение, ваше время. Ваше образование надо вписать в прежнюю систему отношений. Надо чего-то отказаться, что-то уменьшить, и туда найти место для вашего образования. Если вы приходите в университет, с шести до девяти, и вам звонок. Что вы скажете? Петя, извини, не могу говорить. У меня сейчас занятие. Позвони после девяти. После девяти вы идете домой, у вас мысли, мне надо это сделать. Педагог сказал посмотреть видео и так далее. Если еще с педагогом сложились отношения, вам понравилось, у вас новые идеи, вы уже идете, думаете о педагоге, что вам нужно сделать. Завтра пришли, у вас познакомились с друзьями. Уже на следующий день звоните другу, сокурснику и обсуждайте вопрос. Самое трудное это в первое время переформатировать отношения в собственное время, чтобы вписать образование. И вот сам организация выходит на первый план. Мы должны это объяснять, несмотря на то, что вы 30 или 40 плюс. И то, что вы сознательные граждане. Но жизнь есть жизнь. И вы пришли в университет с определенным видом отношений с окружающей средой. Вот сейчас вам надо ее поменять. Поменять самостоятельно для вас может быть трудно. Не так просто. И, может быть, самостоятельно вы не справитесь. Не того, чтобы умственно отстал. А потому, что просто с жизненной ситуацией вас выбивает. Скорее. 3-5 процентов справится. Закон нормального распределения никто не отменял. 3-5 с правой стороны всегда будет. 3-5, 10 абсолютно не впишутся. А вот середина оставшейся, часть, это зависит от того, как мы будем с ними работать. Если мы будем сопровождать, несмотря что 40 плюс. Помогать учиться, подсказывать. Его подключать и так далее. Вот за первые 2 месяца, если он вписывается, дальше говорим. Дальше дело ваше. Можете приходить, можете не приходить. Можете понимать, как стоится процесс обучения. Дальше дело техники. Но главное, вы должны получить удовлетворение от учебного процесса. Если вы не будете получать удовлетворение от учебного процесса, на негативных эмоциях вы в жизни ничего не построите. Ставьте крест на собственном образовании. Вы должны получить удовлетворение от процесса обучения. Следовательно, для того, чтобы первое время было удачным, если первое время будет неудачным, ситуация неуспеха, закрепится еще ситуация неуспеха, это все ваш студент права. Вот это еще более актуально для студента символичность. Вот. Но у него другая ситуация. Если у нас мы ведем еженедельники, склерозники, пишем, выписываем события, зачеркиваем новые, пишем, то у студента с инвалидностью таких склерозников нет. Ну, человек на коляске. Он никуда не торопит. Он сидит дома, сидит в четырех стенах. У него нет, как у нас в блокноте написано, 10 встреч, 11 там, после встречи, 12 там, следующей встречи и так далее. Да, и мы едем всегда смотрим. Кто-то в электронном виде, кто-то в бумажном варианте, в разных комбинировках, смотрим, чтобы не позадить. У человека с инвалидностью, особенно у колясочников, вот таких вообще еженедельников нет. У них другое вообще время. Вообще, изучение, ощущение восприятия времени у людей с инвалидностью очень актуальная проблема. Они могут написать декану в 4 утра, но до 12 утра я к ним не дозвонюсь, потому что они спят до 12 утра. Ну, не все, но сейчас спят. Я знаю, что до 12 утра лучше не трогать. Вот занятия в 10 утра интернет лучше не ставить, потому что не через силу туда придут, если будут бояться. А вот кто-трех они активничают, пишут, общаются и так далее. Потому что они понимают, что завтра никуда и мне надо торопиться. И тогда планирование, собственно, времени, вот для такого случая это совершенно другая ситуация. Для коммерческих студентов это одна картинка, когда у них много дел. Для мам с малолетними детьми это другая картинка. Для людей с инвалидностью это третья картинка. И вот эту самую организацию, у меня учатся много бизнесменов. Вот. А Витоев из Сыктывкара был, который, говорю, Горис Бурневич, вот только поступив в обучение, вот планирование времени, давайте эту тему разрабатывать, давайте мы нам будем обсуждать, рассказывать. Для меня бизнесмена очень важно. Я не понимаю, как вписать образование. У меня столько дел, я пришел в университет, я что, сейчас брошу дела? Не могу бросить? Мне надо дальше развивать бизнес. Еще вы требуете, чтобы я учился. Как мне совместить учебу и вот мой бизнес-проект, который я веду. Кстати, у меня были такие случаи с бизнес-леди, среди людей с инвалидностью, которые имели бизнес-проекты, они пришли в образование, они не могли бросить бизнес-проекты, и они ушли с образования. И так далее. Вот по самоорганизации, вот это один из аспектов, которые нужно про это говорить. Студентов этому учить. А писать надо хэнкбук. У нас-то нету таких. Я один раз делал эксперимент. В Бостоне прошел по книжным магазинам, набрал кучу книг, или притащил в Москву, «How to study». Вот вокруг этого. Вы можете сделать эксперимент. Будете в Лондоне, зайдите в книжный магазин. В каждом книжном магазине вы найдете 3-4 книги такой толщины, «How to study». Как писать диссертацию магистерскую, как работать с текстами и так далее. В англоязычной литературе огромное количество работ, как учить. Кроме того, если вы посмотрите по разным предметам, то у них любимая форма хэндбука. Правда? Как студент, вы поступите в какой-то там Кембриджский университет, вам сразу будет хэндбук по поводу Кембриджского университета, где, что устроено, какие руководители структуры, все. Вот вам в этом не говорят, что в электронной форме вы это найдете, но они дают еще вам хэндбук такой. «Скажите, где мы найдем пособия, как писать курсовые работы, допустим, по психологии?» Нигде не найдем. Вот в наших книжных магазинах. Посмотрим, что делать МГУ, психологии и так далее. Ничего нам не предлагают. То есть вот как учиться, как планировать время в нашей педагогической литуре напрочь отсутствует. Вот. А это значит, вопрос эффективности нашей деятельности, хэндб нашей деятельности, насколько эффективно мы учимся. То есть на способы работы у нас обращения внимания много. Только больше концепций, больше теорий, давайте вы должны больше знать, а какой ценой и как это делать, никто никого не учит. Следовательно, проблема обучения умения учиться в контексте непрерывности образования является одной из ведущих. И в этом контексте самоорганизация, то, что вот Татьяна Вадимировна ведет, и мы пытаемся, а еще в дистанционном формате вот одна из проблем, которые коснутся. Когда идет учебный процесс, все предметы идут в перемешку. В сентябре может быть математика, в октябре математика, в ноябре еще математика, да. Не будет так, что две недели только история, три недели математика и так далее. Типа модульный принцип подгружения. Потому что преподаватели заняты на других факультетах, на других формах обучения, и они смотрят по своему расписанию и смотрят окошко. Правильно? И мы расписание составляем с учетом возможностей других преподавателей. Следовательно, тогда студенты спрашивают, а как нам изучать предметы? Нам что, математику вместе вместе изучать? Или я могу две недели погрузиться в историю, а потом, то есть, параллельно изучать, параллельно все предметы? Или пошагово один предмет изучил, сдал, второй изучил, написал работу и так далее. Если пойдем вот так постепенно один за другим, то можем скоро провалиться. Мы распланировали время, а оказалось, что первый этап я прошел успешно, а потом устал и заболел. И вся моя последовательность, вся пометела. Ну, как бывает, знаете, к экзаменам 20 дней, по 4 дня 5 экзаменов, да? Ну, если энергично, я первый предмет готовлю и сдаю, мне понимают, что я завтра устану от подготовки, я уже второй этап, буду с меньшей энергичностью, могу заболеть и устал. В какой последовательности звучат предметы и так далее. Параллельно хочу заметить, что студенты к этим аспектам не очень чувствительны. То есть, если мы очередную психологическую теорию, психологическую сказку соберемся рассказать, они прибегут. Но как только мы говорим о способах учебной работы и оптимизации способов работы, вот аншлагов нет. Вот. То есть, нет в нашей ценности, вот в культуре нет ценности в нашей профессиональной деятельности, обращения внимания на способы нашей работы. Как мы читаем, как мы пишем, как мы учимся и так далее. И педагоги на это не обращают внимание. Скоро будет у нас третий, следующий телемост с Одинцовой и работа с учебным текстом. Вот. Следующий продюсер. Татьяна Вадимовна. Хотелось... Врач, можно ли ответить на вопросы? Да. Да, здесь вот возникли вопросы. Значит, вопрос следующий. Мы хотим издать наши вот эти пропедитические программы сборника. Вот. Это скорее мы сделаем до октября. У нас эти программы есть, так как они учебные дисциплины и так далее. Нам хочется еще подобрать программы других вузов и сборник, таких как опционных программ и с разных вузов. Мы уже 4-5 программ такие разработаны у нас есть. Если нам бы удалось еще собрать рекомендации по преподаванию этих дисциплин, пособия еще сделать. А это очень важно. В этом направлении надо двигаться. Мы когда с этими завтрашнего дня с Мартином и Ленинским центром будем активно обсуждать весь этот комплекс вопросов. Об умении учиться, адаптационные программы и так далее. Наше желание объединить усилия разных вузов и сделать сборник, пока не имеется сперва программ, чтобы кто хочет, тот бы мог использовать. Дальше. Мы хотим сделать пособия, хэмбуки, но хватит сил на это. Но, по крайней мере, что-то в этом направлении будем делать. Поэтому проблем нет, мы с радостью поделимся и электронно-видеобумажным вариантом. Так. И еще вот один вопрос. Вопрос о том, про работу, которую выполняют студенты. Насколько можно понять степень активности родителей в выполнении этих заданий. На самом деле, вот в этом курсе, в курсе технологии и методики самоорганизации понять это очень просто. потому что на эти темы очень большое количество материалов, очень большой эффект на материалов. Мы выкладываем в электронный регионал, мы предлагаем студентам учебных дисков, но благодаря тому, что у нас совершенно разный уровень студентов в каждой группе, в каждом наборе, вот в каждом наборе, так сказать, каждый раз в первый семестр складывается совершенно разная обстановка на занятиях. И, так сказать, система обсуждаемых вопросов, она отличается год от года, потому что разные студенты приходят. И в силу этого разговор, который ведется на занятия, и текст, переписанный из учебников родителей, он очень сильно отличается. Более того, у нас всегда идет разговор на эти занятия в интерактиве, и я прекрасно знаю, в какой лексике и на какие темы ведет обсуждение тот или иной студент. Поэтому, когда я открываю работу, и мне незнакомо, да, это лексика, и я вижу, что мы не тем округом с этим студентом обсуждали, я понимаю, что это работа родителей. Это первое. И второе, вот, вопрос меняется в процессе изучения дисциплины, вот, соотношения с родителями и так далее. Но мне кажется, это меняется не только в процессе изучения моей дисциплины. Мне кажется, по мере того, как студенты приходят к вам, начинают учиться первый, второй, третий семестр, родители понимают, и мы, во всяком случае, во всяком случае, во сколько я знакома с подходом наших преподавателей, вижу это, приветствуем, и оцениваем именно самостоятельную работу студента. И я столкнулась с тем, что приходили работы мне на проверку, написанную и не студентом, и я эти работы возвращала, и, в общем-то, бывали даже не очень простые ситуации, и Ирина Валерьевна вот в зале сидит, я думаю, она не даст мне вас обмануть, что было бы, что приходилось на эту тему с родителями работать, да, и порой родители, вот как раз в этой дисциплине, они оказываются более расстающими, и я понимаю, что их ребенок более продуманных в занятиях, и требуют выполнения самостоятельной работы, они это делают, они понимают это, а дальше, так сказать, ситуация складывается в ушах, и понимают, что они самостоятельно могут это сделать, да, они готовы это сделать, если они активны, если они интерактивны, и если они эффективны и самостоятельно, следуя рекомендациям, изучают материалы, материалы. Надеюсь, я ответила на вопрос. Ну, наверное, вопрос не случайный, потому что иногда возникает вопрос, а кто учится? Студент или родители? Иногда ощущение, что за спиной студентов с родителей, мы даже во время экзаменов, мы категорически убираем дистанционную форму сдачи, мы не доверяем тестовым заданиям, никакие писанные работы по плану режима, присылают списанные, скачанные и так далее. Если дистанционный формат, исключительный случай, это когда бывает проблема с речью, он не может отвечать. Дальше онлайн-режим и с преподавателем в режиме онлайн. Он должен говорить, и то мы сейчас минимизируем этот вариант, если он не на коляске, он должен приезжать в университет и сдавать. Он должен не только публичного выступления, непосредственного контакта и так далее. Никаких дистанционных форм. Приезжай и сдавать. И когда мы сейчас объявили половину, что мы только так будем принимать, начали родители жаловаться, приезжать, разбойку устраивать и так далее. А потом ваши дети не говорят, прячутся за камерами, за камерами читают тексты, с суфлерами работают родители, они суфлеруют и так далее, и тому подобное. Работы у нас ощущение, что выполняют несколько. И все так однозначно. Вот. Ну и отдыха немножко больше. Хорошо? Вот. И поэтому это выполняют родители. За детей и так далее. Окей. Спасибо огромное. Сейчас мы перейдем к следующему аспекту. Спасибо, Татьяна Вадимовна, что нашли время, вышли на связь. Вот. После самоорганизации следующая проблема – это работа с текстами. Образование – это постоянная работа с текстами. Читать тексты, конспектировать, создавать тексты, писать рефераты, писать эссе, потом писать курсовые работы, писать выпускные, традиционные работы. Наверное, никто не сомневается, что предочтение текстов крайне низко. В нашей педагогической культуре напрочь отсутствует понимание важности работы с учебными текстами. Я не говорю про художественные произведения. Художественные произведения читаются по другой логике. Там не нужна логика, там нужны образы, картины и так далее. Научно-учебные тексты, вот, научные тексты читаются по-другому. Вот, и мы поняли, что нам надо работать над обучением студентов в работе с текстами. Мы вели курс. Работа с учебными текстами. Как писать реферат, как писать эссе, как читать любой текст, как готовить собственный ответ, как писать курсовую работу и так далее. Одинцова Мария Антоновна сейчас уже на проводе с нами, и она сейчас нам расскажет. и сейчас я буду, я думаю, сейчас попрошу, чтобы она позвонила, подставь. Она ведет еще один курс «Жизнестойка». Очень интересный курс. Это сразу «Психология жертвы». Мария Антоновна, у вас есть мой скайп? Я не могу сейчас быстро найти ваш скайп. А у вас как начинается? Вы прописывали, кажется, у меня некую посылку. Не даю трубку сейчас. И Мария Антоновна активно занимается проблемой психологии и жертвами. Естественно, это тема «Жизнестоймологии». Прирабление с людьми с инвалидностью – проблема жертвов очень важна. Она пишет докторскую диссертацию по этой проблеме и ведет специальные занятия с нашими студентами. То есть работа с учебными текстами. Один из базовых курсов пока подключается. Скажу еще следующее. Мы по воскресеньям целый год провели блок про педевтических занятий по психическому и психологическому здоровью. У нас более обостренное чувство к здоровью, потому что большая группа 90 студентов с инвалидностью, с одной стороны. И они все будущие психологи. Вот. Поэтому мы постоянно на это обращаем внимание. Находится? Да. Вот. И по субботам, по воскресеньям у нас был такой интернет-конференц-формат, он для нас очень удобен. И мы с 7 до 10 обычно, до 9 разбирали темы, конфликты в нашей жизни. А видео есть, Мария Антоновна? Алло, включите. Да. Вот. Это Мария Антоновна, наш трудоголик. И мы проводили по воскресеньям такой цикл. Депрессия в нашей жизни. Как стать несчастным без посторожного пола? Вот. Дальше. Как создать конфликты? Как сделать так, чтобы вас ненавидят? Ну, и так далее. И надо зависимости. Наркотическая, интернет-завистимость. Вот ряд таких полезных дел, которые актуальны для каждого. Вообще, как сгореть? Эмоциональный выгород. Вот. И так далее. Очень интересный цикл таких передач, встреч с интересными нашими психологами. Мария Антоновна, одна из первых, которая участвовала в разработке этого цикла встреч. Я считаю, что эти практические занятия нужно обеспечить для каждого нормального человека, кого беспокоит проблема его здоровья. Вот. Чтобы мы об этом думали не в больнице, а еще долго. Вот. Когда есть большая группа в больнице и инвалидность, эта проблема выходит на первый план. Вот, Мария Антоновна, как раз. Хорошо. Начнем, наверное, Мария Антоновна с работы с учебным текстом. Хорошо? А потом психология жертвы. Хорошо. Погромче немножко. Говорите. Да. Сегодня этот психологий называется психологию жизнестойкости. Мы ведь не давали. Ну, начнем, наверное, с твоей логики работать с учебным текстом, да? Нет. Хорошо. Меня слышно? Да, слышно? Сейчас тех кому уберем. Да. Так. Окей. В принципе, да. Все. Говорите. Ну, по дисциплине методика работы с учебным текстом. Это дисциплина по музыку. Вариативная часть учебного плана. Я очень рада, что это дисциплина есть, потому что именно в нашем музе. Я работаю в четырех музах, читаю различные дисциплины и вижу, что если, когда вот эта дисциплина все-таки отсутствует, то студентам приходится довольно долго даже с соревнованиями какими-то вещами, например, создание презентации к дисциплине, написание какого-то эфиратора и так далее. То есть мне кажется, что это дисциплина, которая формирует навыки работы студентов с учебными и научными, текстами. Потому что научные тексты – это то, что нашим студентам, особенно на первых курсах, анализ научных текстов дается с большим-большим трудом. Что касается самой цели, это цели данной дисциплины, это обновение техниками, приемами, методами работы с различными видами текстов, которые важны для учебной и исследовательской деятельности студентов. Особенно исследовательской деятельности, потому что наши студенты не умеют анализировать все данные, которые они получили. И вот данная дисциплина, она очень помогает в этом. что касается места вот этой дисциплины в системе, дисциплин, она занимает такое промежуточное место, и я бы сказала, что она, наверное, такая мульти-дисциплина скорее, да? Потому что наши преподаватели на каждом предмете по сути внедряют основу данной дисциплины, когда обучают студентов создавать свои доклады, например. Но вот что касается конкретного предмета, да? На данном предмете мы даже учимся основами написания научных статей, что тоже очень важно, потому что каждый наш студент принимает участие, практически каждый наш студент принимает участие в научных конкуренциях молодых ученых историческому образованию, и во многом благодаря вот этим основам, которые они получают, да, они умеют описать результаты своих исследований в коротких теннисах. Более того, вот у меня есть студент, например, Валентина Абчевенко, я, по-моему, неоднократно о ней говорила, которая уже просто ас в написании не просто теннисов, но и научных статей. Вот, что довольно важно как раз таки на начальнике этапов обучения. Ну, это если коротко. Можно я еще добавлю, что мы очень большое внимание вделяем следовательские работы. То есть работы должны быть высокого уровня выполнения, то если мы вторую курсовую выпускаем только с хорошей эмпирической частью, ВКР, выпускная, квалификационная и так далее, представленные, все приложения оформлены, таблицы оформлены. Никаких скидов. То, что он инвалид, не инвалид, должно быть полностью как положено. Вот, и эти анализы литературы должен быть качественным. Одна из важных проблем – это анализ литературы по проблемным следам. Мы честно должны сказать, что сегодня идет борьба с ангиплогиатом, что нужно как цель оригинальности увеличивать. Да, это нужно, однако нужно студентов учить работать с текстами. Я не открою секрет, что сегодня одна из проблем культационного образования – это та же проблема конспективы. Ну, я учусь, это ветка века. Всегда мы писали, поминки делали и так далее. Сегодня в электронном образовании вообще понимания нет, что нужно конспектировать. Идет работа с электронным текстом. Это компиляция текста. Ну, где-то там выделил желтым цветом. Но это не актильная память. Другой никто не любит писать уже, да? А как мышление развивается? А как память работает? А как пиксируется память информация, если мы рукой вообще ничего не пишем и так далее? Мы не учим конспектировать. Это уже педагогическая проблема. Не только что читать текст, но еще фиксировать с ниты нашего чтения. То есть структуризация материала, оформление материала, графическая, табличная, другая форма оформления, фиксация материала. То есть как внести свои конспекты в таком формате сегодня практически не обсуждали. Вот. Мы работа с текстом, чтение научных текстов, их анализы и тому подобное, в начале, если мы не делаем это, мы уже столкнулись, что студенты если так вот идет. Плюс эта проблема не только в детстве, но и через всего года, период обучения надо работать над этой технологией. Да. Еще хочу вот такую такую мысль в группу сопротивления, чуть-чуть вести сегодняшний пример Дэн Свежинский. Сегодня была в Московском городском областном университете, у меня там не скучно, это психологическая реабилитация. И студенты на практическом занятии готовили доклады. Вот я даже взяла, все раскопировала в специальной нашей встрече, то, что они делали, как они работали с текстом про деференциацию понятия. Ведь студенты зачастую не ценят научные силы, я даже так сказала, и не деференцировать очень важные в психологии понятия, например, такие как психологическая реабилитация и психическая реабилитация. Я сейчас покажу вам концепт, так, если будет видно, конечно, не знаю, студентки, одной из студентки. Немножко видно. Немножко видно, да? Вот здесь две колонки, мы работали больше часа, нас интересация вот этого понятия проводит по патрибентации. То есть моя задача не только на определение не только на работе с психологическими текстами, но и других предметах научить их вот такой очень сложной работе. Вот в одной колонке мы записывали, что такое психическая реабилитация, а в другой колонке, что такое психологическая реабилитация. И они анонсировали научные тексты, которые относятся к данному понятию. В итоге в конце мы обнаружили, что даже в научных текстах, в научных текстах семинарии существует вот эта какая-то терминологическая путаница, и мы целый час распутывали вот этот клубок терминологический. В итоге у меня две студентки создали, Creit, и одна создала, сформулировала очень хорошие понятия психологической реабилитации, а другая, вот у меня тоже есть кобли по словам, я че его по segundos Друзья в центре COD, И так, более того, я их попросила сделать еще ссылку на себя любимых, да, в содочках Ладина Елена Анатольевна, запитая 2015 год, или приматник Елена Николаева, запитая 2015 год. Это помогает воспитать у студентов бережное отношение к тем авторам, которых они анализируют. Потому что зачастую наши студенты компилируют текст и забывают про автора. И они в течение часа увидели какой-то огромный труд. И я думаю, что в следующий раз они уже забудут про автора. Ну и сами они в данном случае есть даже автор этих текстов. То, что очень приятно. И, наверное, такие практические документы помогают. И я, кстати, очень рада, что в этом году у нас, как не в этом году, а в следующем период, новым стандартам у нас гораздо больше именно практических занятий, на которых нам удается достичь, ну, каких-то таких более существенных результатов в плане именно анализа. Не забывать про автора. Не забывать про автора. Бежно относиться к слову. Каждое слово должно иметь свое место. Мысль должна быть ясной, должна быть четкой. Иначе она станет непонятной. Вот так. То есть, коротко этот курс. И сейчас перейдем к самой любимой теме Вани Антоновне. Это психология жизнестойкости. Да. Психология жизнестойкости как альтернатива психологии жертвы. Ну, если коротко, данный курс посвящен понимаете жизнестойкости, наверное, не случайно на нашем публике. Хотя сегодня жизнестойкость, наверное, не помешает каждому. Потому что век роднообразных трудных жизненных ситуаций это та необходимая установка, которая, наверное, помогает выжить. И не просто выжить, а выжить, не пограбивая в изменяющихся условиях. И стать не просто на путь жизнестойкой, а на путь жизнестойкой. Потому что жизнестойкость это та платформа, на которой мы зарождаемся как автор своей собственной жизни. Что очень важно. Но курсия предполагает, если мы говорим об этом курсе, психология жизнестойкости, предполагает рассмотрение однообразных вариантов психологии жертвы, различных масок жертв, какие они бывают. Очень многие узнали за себя в этих масках. Делают такой анализ скульпырозный. И при помощи диагностических процедур, и просто при помощи наблюдения. Ну, эти маски узнаваемые очень много греха тареи. Есть довольно много масок жертв, таких нытиков. Ну, не только нытиков, там они разные бывают. То есть нарябленные роли жертвы, есть роли манипулятивной жертвы. И впоследствии от установки жертвы мы, конечно, рассматриваем психологию жизнестойкого человека. Какой он, какими необходимыми качествами он обладает, какие ресурсы есть у каждого из нас. Мы рассматриваем... Потому что даже если человек придерживается этой коллективной политики, политики жертвы, вот все равно есть некие ресурсы, и даже несколько дисковчевой ресурс, и отталкиваясь от ключевых ресурсов, мы выходим на уровень жизнестойкости и жизнестойкости. Так, и тогда еще скажите, вот наши восьместные посиделки, да, когда вот на три года по большому подряд вот такие встречи по жизнестойкости не только проводят. Как Вы считаете, насколько они нужны в профилактических секциях? Ну, насколько я знаю, студенты с удовольствием посещают дополнительные вот эти предприятия, и, конечно, безусловно, они просто нужны, они жизненно необходимы, я считаю. Может быть, есть вопросы к Марии Антоновне? Не стесняйтесь, задавайте, у нас еще 15 минут, можем еще позадавать. Нет пока вопросов? Спасибо, Мария Антоновна, когда мы сейчас уже будем прокладывать итоги, что наши земли. Мария Антоновна была в Московской области областном государственном областном университете, мечтала занять и прибежала домой по лошиху еще под Москвой в другую сторону, чтобы через кальций со знаниями рассказать о своих любимых курсах. Вот такой наш профессор. Спасибо, Мария Антоновна. Спасибо большое. Здесь есть лист, можно включить. Кто у нас специалист подключен? Вот это. Если что, я еще на связь, вдруг возникнет. Хорошо, если вдруг что, мы тогда выйдем на связь и попросим. Спасибо большое, была очень рада. Жанна, вот это не будет никого. Ну да, вы не можете нас видеть. У нас немножко сегодня осложненная ситуация коммуникации. А почему она не видит? Почему она видит? Она видит экран вот этот? Ну, вы можете посмотреть трансляцию только. Только трансляцию или посмотреть экран. Но в скайпе не видит, наверное. Спасибо. Да. Хорошо. Итак, подводим некоторые итоги. Если участвовали в нашем вебинаре по поводу социализации, который мы вели перед приездом сюда, мы говорили, что о следующем. Количество концепции теорий в голове студента никак не определяет его перспективы. Никак. Это не значит, что не должно быть каких-то концепций. Определяет другое. Определяет его социализация. Определяет его коммуникативные способности. Определяет его социальный интеллект. Многое другое. То, что не передается теориями и концепциями. Также может быть и здоровый человек очень умный, но очень не адаптивный для этой жизни. И очень будут большие проблемы с его трудоустройством. Как правильно одна наша студентка сказала, что должен быть блеск в глазах. Если он будет зануд, если он будет неинтересен, если он будет вымогать, если он будет иждивен, то все будут шарахаться и все будут бояться. Поэтому не случайно мы взяли за принцип последний. Принцип это помогая другим, помогаешь себе. Если наши студенты будут постоянно исходить из того, что мне все должны. И как в жизни нередко бывает, что все рады помочь, давайте еще это, давайте еще это, давайте еще это. То мы у них формируем что? Иждивенческую потребительскую позицию. Я понимаю, что родителям деваться некуда, они будут в любом случае удавлять эти потребности и так далее. Но в жизни окружающей среды долго терпеть эту позицию не будем. Мы не должны развивать иждивенческую позицию. Мы должны задавать вопрос, а что вы можете сделать для других и ради других? Вы утром встали, задайте вопрос, что вы сделаете сегодня для родных, близких, сокурсников. Вы ложитесь спать, задайте вопрос, а что вы сегодня сделали? Не что вам другие сделали, а вы что для них сделали? Если вы будете занимать иждивенческую позицию, то в жизни вы никому не нужны будете, кроме своих родственников. Родителям некуда деваться. Вы будете жить в глубоком одиночестве, вы будете жить в жуткой депрессии. У вас ни друзей, ни коллег, ничего не будет. Если вы будете считать, что все должны для вас и ради вас. Если вы хотите, чтобы ваша жизнь была другая и так далее, вы должны чаще задавать вопрос, а что я сделал для других и ради других? И не считаю, что мне другие должны сделать ради того, что я сделал. Если будете часто так думать и так поступать, то у вас найдутся новые друзья, к вам придут интересные предложения, которых вы не ожидали. Но для того, чтобы у вас было такое мышление, вы должны быть 10 раз интереснее, чем, может быть, условно здоровый. Условный здоровый с голоду не помрет. Если в него не хватит денег, пойдет в вагон. Правильно? Если лентяй, ну пусть помирает с голода. Ради Бога. Он сам выбрал себе такую судьбу. Для колясочника это другая ситуация. Следовательно, наша миссия педагогов, социальных работников – менять стиль поведения у наших студентов, которые нередко приходят с мотивацией избегания неудач. Здесь еще можно опереться на концепцию соногенного, патогенного стиля мышления, медицинского психолога Рова Юрия Михайловича. Это очень, кстати, интересный заход, который может нам много чего помочь в нашей работе. Ров Юрий Михайлович выделял два типа мышления – соногена и патогена. Соногена – это созидающее здоровое мышление. Патогена – это разрушающее мышление. Есть люди, которые в жизни получают удовлетворение от того, что они перебирают косточки другим, что они радуются неуспехам других людей. Если у него успех, значит, он обманул, он там что-то не такое сделал. Он смотрит на жизнь через черные очки. Все виноваты только меня. А мне что больше надо, пусть они и вкалывают. А я посижу и понаблюдаю. Бабы-бабушки сидят около входа подъезда, встречают людей, косточки перебирают. Есть люди, которые с патогеном стилем мышления своими руками выкакывают себе яму и себя хоронят в прямом и переносном смысле слова. Потому что они постоянно живут негативных эмоциях, а это блокирует энергетику и так далее, и они сами хоронят. Соногены это созидающие, это люди, которые живут с перспективой. На жизнь смотрят через оптимистический спят, они считают, что от них много что зависит. Это интересно жить, жизнь это интересная штука. Да, проблемы есть, но интересно это вообще общение и так далее. Если у кого-то успех, он радуется, ну молодец, какой ты красивый, какой ты умный, достиг хороших результатов и так далее. Молодец. С патогенным стилем мышления ты негодяй, ты обмануешь и так далее. Ну это грубо. Вот. Люди с аногеном это другого типа люди. Умные люди говорят, будьте рядом с аногенным стилем мышления. Убегайте от патогенного стиля мышления, они разрушают себя, они разрушают других, они в эту покоронную яму тащат родственников, близких и своих друзей. Их одиноко там, уходить один, они тащат трубе в компанию. Вот это страшно бывает, когда в семье такое бывает, кто-то из них с патогенным усилием туда тащит своих коллег по семье. Вот. Говоря об этом, всегда и иногда социально всегда с людьми с инвалидами. С людьми, как левизни, есть патогенный стиль мышления, которые устали где-то от жизни, ничего не хотят. Перспектив каких-то не видят. Ну зачем мне это надо? И ны-таки. И так далее. Вот по психологии жертвы. Не хотела Мария Антоновна развивать проблему психологии жертвы, там много интересного, чего можно узнать. И про себя, и про окружающую среду, и про наших студентов, с кем и работаем. Так вот, поменять патогенный стиль мышления на саногенный стиль мышления – это очень большая проблема. Поменять модель избегания неудачи в модель достижения успеха – это еще сложнее, это очень сложная проблема. Мы это остро ощущаем, потому что мы готовы к психологии. Если это были компьютерщики, в горком одиночестве аутисты могут себе там работать или кто-то, я условно говорю, аутисты, вот, и как бы это меньше. Но когда мы должны учить готовить, работать с людьми, помогать им. А помогать сперва себе – помоги, а потом помогать другим – научи себе помогать. Следовательно, вот эти все аспекты психо-педагогические для нас – это не громкие слова. Менять поведение человека на уровне ценностно-смысловой сферы, а еще за спиной родителей – это, знаете, тащить большой лагон, большой поезд. Вот, здесь нужна не только компетентность, здесь нужно очень сильный нерв, чтобы не сдать позиции и так далее. Они всегда нервы выдерживаются. Вот, поэтому надо обсуждать эти проблемы психо-педагогического сопровождения наших студентов ради того, чтобы им помогать менять модель. У тех, модель поведения, у кого привалили все-таки избегание неудачи. Через учебный процесс, через отдельные дисциплины. В учебном процессе у нас, допустим, психология жизнестойкости – это учебная дисциплина. То есть мы вводим учебную дисциплину. Дальше, тропедитические дисциплины, которые для Юрия являются по выбору, а фактически обязательны. Вот, вот эти дисциплины, они обязательны. Работа с текстом и так далее. Это в учебном процессе надо включать дисциплину, и это должно быть сквозным процессом. Это не то, что сегодня мы поговорили про работу с текстом и завтра забыли. Эти темы надо вести постоянно. Мы, когда создавали свой план, взяли за основу идею психологию успеха. Чтобы вести к успеху с первых дней, шаг со шагом двигаться вперед. И мы выстраиваем не только учебные дисциплины, включаем, которые ведут к успеху. Хотя скажу, что работа эта очень непростая и очень сложная. Но и методики и технологии, которые к этому ведут. Это не только содержательная часть, но еще и методики и технологии, которые помогают формировать эту модель поведения больше успеха, чем неудачи. Ну, по социализации мы уже немножко говорили. Плюс впереди на семинаре в нашем. Послезавтра мы продолжим эту тему. Именно как раз сопровождение, социально-педагогическое сопровождение. О социализации мы будем говорить. И то, что будет Мартынова и Елена Александровна, это как раз как мы должны создавать условия, как мы должны менять учебные планы для того, чтобы наиболее оптимально создавать условия для развития наших студентов. Вопрос к Марии Антоновне. Вопрос к Марии Антоновне. Она убежала. Как я понял, вы проводите занятия как специалист по психологическим дисциплинам. В жизни студентам нужны навыки работы с другими текстами. Возможно, обучение навыкам работы с текстом было бы эффективно, если бы ее проводил специалист-филолог. Было бы интересно услышать ваше мнение. Уверена, что? Мне кажется, что... Наверное, ты... Мария Антоновна, вы нас слышите? Алло. Да, Мария Антоновна. Вопрос к тому, что следующее, что вы проводите этот курс по психологическим дисциплинам. Да, вот. Было... Как вы относитесь к тому, что данную дисциплину преподавал бы филолог? Ну, и другие специалисты. Еще раз вопрос. Вопрос к Марии Антоновне. Хорошо, еще раз. В жизни студентам нужны... Вы, как я понял, вы проводите занятия как специалист по психологическим дисциплинам. В жизни студентам нужны навыки работы с другими текстами. Возможно, обучение навыкам работы с текстом было бы эффективнее, если бы ее проводил и специалист-филолог. Ваше... Было бы интересно услышать Ваше мнение. Да, конечно, специалист-филолог для условий необходим при преподавании данной дисциплины, но я хочу сказать следующее из опыта работы. Дисциплина является универсальной. Если студент обучается структурировать один текст, допустим, психологический, то он этот навык может использовать и при структурировании других текстов самого разного рода. Более того, это самый высокий уровень, когда студент может уже написать даже какую-то заметку на абсолютно любую телу по любой дисциплине. Самое главное — приобрести вот этот навык. Это как, скажем так, парадовское искусство, что ли, да, можно сравнить даже с этим, да. Когда получил, извините за это слово «кайф», да, от трансляции какого-либо материала на аудиторию, ты можешь уже говорить на любую тему. Я думаю, самое главное — знать вот эти основы в структурировании текстов, в самой равной направленности. И я не отрицаю, безусловно, навыки статиста-филолога, да, безусловно, они должны быть. Но, тем не менее, самое главное здесь, наверное, все-таки умение структурировать тексты, структурировать тексты, работать со словом, с научной информацией, закладывать в каждое слово смысл, реферилицировать понятия — вот это, по-моему, самое главное. Спасибо огромное. Я хочу сказать, что у нас мы в свое время вводили предмет «культура речи» в первом семестре, и попытались вы локом на счет «культура и письменной речи», нам не удалось. Вот. Понятно, как он входит больше в свою дисциплину, да, а здесь мы все-таки расширяем горизонты. Необходимо все-таки расширять горизонты. Да. Спасибо большое, Мария Антоновна. Итак, сегодня мы попытались рассмотреть психопедагогические через учебные дисциплины, пропедитические курсы, учебный процесс, работа с абитуриентами, технологии методики самоорганизации, работа с учебными текстами, пропедитические курсы, психология жертвы, психология конфликта и ряд других курсов, которые ведем. Вот, послезавтра, когда будем рассматривать социально-педагогическое сопровождение, мы коснемся вопросов социальной реабилитации, социальная поддержка и социализации людей с инвалидностью. Блеск в глаза. Главный вопрос, так сделать, чтобы этот блеск появился. Блеск должен появляться и через учебный процесс. Учебный процесс должен приносить удовлетворение. Я не использую это слово, которое сказала Мария Антоновна. Поучить кайф студент должен, да, удовлетворение. Если он будет получать неудовлетворение, негативные эмоции, это не образование, он уйдет из образования или будет вид, что учится, да, и будет борьба кто кого. Вот, это не образование. Следовательно, мы должны делать так, чтобы студент получал удовлетворение от учебного процесса. Для того, чтобы это происходило, нужно учить учиться, то есть обращать внимание студента на способы его познавательной деятельности и так далее. Еще в 70-х годах, в 80-х, про это были такие курсы в двух вузах, в Бауманте где-то или в МИФИ были учить учиться, культура умственного труда, где-то были введены эти курсы. Вот, дальше таких курсов не было. Вот, и в вузах такие курсы не вводят. Это плохо, у нас и специалистов нет по этим курсам. Надо готовить педагогов по этой теме. Учить учиться, работать с темпами, читать и писать темпы, ну и многое другое. Вот, это проблема. Послезавтра будем рассматривать вопросы социализации. Это уже не столь образование, а другая сторона нашей жизни. Как должна быть организована жизнь студента, чтобы кроме учебы у него была полноценная развивающая, воспитывающая деятельность. Это разные мероприятия, социальные проекты, экскурсии, разные выездные занятия, тренинги коммуникативные, которые не включены вообще в учебный процесс. Это уже другая сторона, которую мы будем рассматривать. Если нет вопросов, большое спасибо за внимание. Сейчас экскурсовод организует экскурсию. У нас, да, обзорная. Татьяна Вадимировна, да? Уже за дверями поджидает экскурсовод. Поэтому, кто хочет пойти на обзорную экскурсию, может подключиться. Общая стоимость тысячи сколько? 100 рублей. Складываемся сколько у кого и идем туда, да? Все, завтра мы начинаем в 10 утра. Если кто у нас может прийти, в 10 утра, с 10 до часу наши коллеги из Крымского университета из данной академии знакомят с опытом. С двух часов мы приступаем к Селене Александровне. К работе. Хорошего вечера. А сколько завтра? 10.00. Я сейчас подсмотрю. Тогда можно Юлию Валерьевну? И тогда просто advice 제가 купить наirenю. И... cuidать любимых делах тихот. сегодня я весь час. И сейчас я расскажу вам. introduих.